Запись пошла для тех, кто у нас не на 27 потоке. У нас сегодня итоговая оценка работ. По традиции, как всегда, у нас после окончания каждого потока я разбираю работы, ставлю оценки и оглашаю результаты. Мы проводим этот вебинар публично, для того, чтобы все остальные участники, кто еще не в школе, видели, каких результатов можно достичь, обучаясь у нас. Сегодня у нас итоговая оценка работ участников 27 потока интенсива по веб-дизайну, который длился 10 недель чистых. Это практически 3 месяца на 2,5 месяца. Вот, и в результате ребята создали по 5 работ в портфолио. Сегодня будем оценивать работы, которые есть по темам промо-страниц, интернет-магазин, приложение для iOS, приложение под Android, курсовая. Значит, уровень участников. Кстати, участники, кто вот закончил, напишите ваш уровень на старте. Кто новичок, напишите «Я был новичком». И кто уже имел какой-то опыт или портфолио, напишите «У меня был опыт». Ну и напишите, соответственно, какой опыт был. Так. Мария Жигулина, Наталья Дашинская, Регина Шаехова, Екатерина Малашкевич, Алина Чуева, Галина Кирикова. Отлично. Девчонки, мальчишки, всем привет. Привет. Вот, поехали писать. Денис Карачков, ноль. Долевой опыт был. Ага. Поделитесь все остальные, а какой у вас был опыт. Ян Ткаченко, был опыт, графический дизайн. Так. Ирина Малашкевич, новичок. Камила Садыкова, была новичком. Наталья Шинская, правильно произношу фамилию, знала только фотошоп. Регина Шаехова, новичок. Александр Мурзак, новичок. Круто. Интересно, что у нас много новичков, да, на этом потоке. Так. Яна Шаров, уже был какой-то опыт, проходил еще один курс. Перед этим сейчас подтягиваю свой скилл. Ага. Супер. Почти не было в граф-дизайне немного ситников, Денис. Так. Окей. Ладно. Короче, сейчас я буду делать следующее. Я буду оценивать работу, то есть не делать разбор подробный, как-то обычно делают тренеры на... Интенсиве. Вот. Буду делать оценку, то есть ставить оценку за работу по шкале от трех до пяти. Но у меня там дополнительные градации есть. Я могу поставить пятерку с плюсом, пятерку, пятерку с минусом, четверку с плюсом. Четверку, четверку с минусом и тройку с плюсом. И тройку тоже. Дощинская. Ага, все. Спасибо. Вот. Поэтому каких-то серьезных разборов от меня не ждите. Я могу периодически залипать туда. Но, короче, я буду ставить оценку. Оценку я поднимаю на основе нескольких критериев. Там я, по-моему, формализовал и просчитывал как-то. У меня там 11 критериев в голове крутятся, и мой мозг принимает решение достаточно быстро. Типа, на какую оценку тянет работа. Эти критерии. Первое, это качество визуала. То есть нет ли там каких-то визуальных косяков, типа там косяков с цветом, косяков с... Ну, то есть некачественные изображения, вот, некачественные тени, там, грязь в макете, там, и так далее. Это все априорные вещи, которые должен уметь делать... Делать любой уважающий себя дизайнер. Ну, в смысле, уровень, да, априори. Вот. Дальше я смотрю на верстку, насколько там все красиво, правильно сверстано, насколько логично. На композицию, на группировку объектов. Вот, это все относится к верстке. Потом я смотрю на верстку текстов отдельно, потом я смотрю на типографику отдельно, и отдельно у меня пять критериев по визуальной коммуникации. То есть насколько вам удалось передать классные эмоции по... Используя графические инструменты, типа изображения, образы, фотостиль, потом форму, композицию, цвет, типографику. Смотрю иногда на редактуру, то есть, ну, насколько у вас классно написаны тексты, и смотрю, естественно, на сует работы, то есть, понятно, непонятно, ну, и на удобство. Вот. Стараюсь делать достаточно быстро. Сегодня у нас один день посвящен на разборы. Группа из 27 человек. Обычно у нас два дня на разбор, потому что группа около 50 человек. Вот. Так. Погнали. Погнали. Лента ответов. Ткаченко, Яна. Ткаченко, Яна. Сейчас найдем. Не буду стоять оценки. Вот. Нашел. Погнали. Значит, работа у нас в фигме. Да, я засеку 45 минут, после 45 минут отдохнем, потому что сложно держать фокус так. Если три часа подряд разбирать, а я обычно так и делал, сейчас решил делать перерывы небольшие, типа, что бы не применить помидорки к оценке. Ну, вот. Все работают. Супер. Так. Лендинг пейдж. Посадочная страница. Да. Промо. Промо-страница, получается. Да, у нас будет по йоге. Так. Гитары. Сориентируйте меня, пожалуйста, какая из них курсовая, какая из них промо-страница. А я тогда начну разбирать. Так. Edit Vue Bullers Vue Hide UI Layers Вот так. Промо-гитара Курсовая первая по йоге промо, это по гитарам. То есть, это вот курсовая, да, у нас. Так. Первое впечатление. Йога. Легко, духовно, гибко. Да. Ну, то есть, по визуалу, то, как ты подобрала цвет, да, как ты подобрала образ, да, как ты подобрала вот этот вот туман, горы спокойствия, как ты выбрала композицию центрально-ориентированную, да. То, как ты выбрала шрифт, ну, не совсем. Тут есть косячки. Вот, например, здесь косяк вылез, как ты L продолжил. Но это чисто такая формально хреновина. На пару пикселей вылезли туда и сюда. Вот. И само по себе, как ты выбрала шрифт, ну, он достаточно такой спорный. Почему ты взяла шрифт с Е, с перекладиной, с кошечной? Еще здесь недостаточно развитое С. Я за то, чтобы выбрать здесь геометрический гротеск, вот, но правильный, сбалансированный, потому что йога – это про правильность, про баланс. Поэтому за шрифт поставлю минус. Это косячок. Видишь, да, когда ты вот этот шрифт используешь уже в модулях, он тебе рушит композицию капитально. Вот. Дальше иконки в разных стилях. Это минус. Потом тексты, смотри, они тоже у тебя в разных стилях идут. Надо делать одинаковые стили. Или дальше тебе нужно унифицировать, унифицировать кегли. Здесь кегли меньше, здесь больше. Ну, вот. Это тоже. Ну, то есть, прямо на типографике тебе стоит поработать в этой задаче. Вот. С точки зрения верстки, ну, типа, более-менее, более-менее порядок. Видишь? Рушит нахер. Ну, просто выравнивание, да, то есть. 12 ты подвинул, у тебя, во-первых, разрядка здесь какая-то возникла, да. Во-вторых, уехала эта фраза вправо. Вот. Ну, то есть, кроме всего прочего, этот шрифт еще херово от Кернин. Да, поэтому его я бы не использовал. Вот. И тебе нужно поработать с кеглями. Потому что здесь 100 баксов больше, да. Ноу-лимит. Вот. Я бы еще убрал отсюда иконки нафиг, потому что они отвлекают. Те фокус внимания надо дать на изголовок. И на... На ценник, да. Так. Иконки вот эти в разном стиле, да. Инстаграм не удовлетворяет общему стилю. Чего еще? Образы. В смысле, вот эти вот паттерны, мехенди. Или как там они называются. Они подобраны в тему. В тему национального посыла. Ой, шрифт. Это просто вообще жесть. Кнопка play. Кнопка play. Черное проваливается, не видно. Вопрос. Можно ли сделать... Затяните сделать белый на темном. Вопрос. Можно ли добавить акцидентный какой-то цвет в эту работу? Если да, то какой? Может, он вот так достаточно в монохроме для работы сделан. Так. Короче, вывод. С графикой и фото редущей работаешь офигенно. С типографикой плохо. С версткой средней. С визуальной коммуникацией. Ну, в целом задача решена. Итоговая оценка пока что пока поставлю. 4 с плюсом за эту работу. 4 с плюсом за эту работу. Да ну. А это у нас получается курсовая. Очень несложно эту работу на пятерку вывести, если поработать с типографикой и версткой. Да что такое? Я же спросил. Величеный. Где мы ставим? А вот подходим. Оценка за работу. Да ёпта. Сейчас, секунду. Сейчас у меня будут, блин, сами ставить оценки. Какие-то таблицы. Я обращу прощения. Алло, Наташа. У меня нет доступа к таблице. Нету. Я в прямом эфире. Я не могу поставить оценки. Всё, быстро её, да, решите. Так, ну, блин, где там оставить? Перекупить. Угу. Ну вот, теперь можно. Так, удалить. Яна Ткаченко. Курсовая. 4 с плюсом. 4 с плюсом. Так, поехали дальше. А, я такое прекрасное и провожу трансляцию без экрана, да, без демонстрации экрана. Спасибо, что сказали. Так, экран видно? Вот, короче, у меня в любом случае стоит запись. Я запись, когда закачаю эту работу, можно будет потом посмотреть этот разбор. То есть, ничего никуда не потерялось, всё нормально. Вот, чтобы время не тратить, мы едем дальше. Так, поехали по гитарам. Джимми Хендрикс студия, страдокастер. Так, очень традок тренироваться. Здесь классный, гротеск, подобран. В принципе, его можно было использовать в предыдущем работе. Что это? Какой-то недоработанный логотип. За него небольшой минус. Вот, главный экран шикарен. Визуальный стилист, как всё круто. Ну, с обработкой фото, вот здесь, конечно, криво. Вот этот провод, он такой размытый, нечёткий. Но это не сильно критично. Я не буду здесь снимать оценку за него. Вот, потом стилистика соблюдена даже в видео. Это плюс. С версткой полный порядок. Менторс. Посмотреть туда-сюда, да, видно. Прайсинг пакет, да, понятно. Их нужно сделать, чтобы они ещё визуально как-то отличались. Если ты не можешь работать в цвете, здесь, да, есть ограничения, тогда работай с размером. Ну, это как бы слишком банальный образ. Типа, женщина, которая показывает на форму заявки, типа, тадам. Ну, я бы здесь более вдохновляющий какой-то образ подобрал. Чувака, который играет на гитаре, например. Вот. И когда ты делаешь, например, здесь фотку, тогда лучше вторым объектом внимания не оттягивать. Вот здесь косоглазие развивается на этом фоне. Футер. Футер, футер. В принципе, норм. Почему у нас контент сдвинут вправо только получился? Вот, тоже небольшой ксчок. Вообще, в целом, работа огонь. Ставлю за неё пять минусов. Так, еду дальше. Странно. Чего у меня Фигма тормозит? Из-за скорости интернета, может. Тормозит капитальный. Либо раулер не тачит. Так, велосипедики. Прикольный логотип. Только нужно, наверное, его форму сделать так, чтобы здесь были круглые колеса. Но это не так критично. Дальше. Вот эти вот элементы выпадающего списка ты делаешь по толщине такие же, как и надписи. Здесь я точку ставлю. Вот. И подчёркивание тоже. Во-первых, по длине ты выравниваешь. Во-вторых, ты по толщине линии выравниваешь. По стилистике охрененно круто. Вот. То есть, всё в одном стиле. И фотография. Вот ещё немаловажно, когда фотографии в одном стиле, подбираете. Это в плюс к проекту. Вёрстка плитками, но при этом плитки не разделены. Да, это прикольно. Более-менее одинаковое место. Ну, короче, вот это смотрится круто. Вот это смотрится колхозно, как на китайских сайтах с товарами. Потому что разный масштаб. Да. Колесо на такой же, как вот эта вот часть. Такой же, как спицы и так далее. То есть, вот здесь, смотрите, масштаб выдержан. А здесь нет. Вот это смотрится хорошо, а вот это смотрится в яшпанских. Понятно? Так. Там дальше нужно страницы. Так. Велосипеды, значит, здесь фильтры. Мне кажется, слишком дофига внимания на фильтр сам. Типа вот эти заголовки необязательно делать такими здоровенными, да, и жирными. Можно сделать тем же кеглем, что и второстепенно, и тут жирным. Ну, вот, например, тот же заголовок ты когда выдерживаешь, тогда получится круто. Тот же кегель. С кеглями разберись, пожалуйста. Это минус. Так. Ну, фотка, конечно, обтравлена кривовато. Нужно сделать лучше, концептуально, окей, все нормально. С точки зрения композиции все ок. Не хватает акцентного цвета? Ну, как и в первой работе. Вот. Не хватает акцентного цвета на call to action кнопки. Его несложно, его несложно взять. Либо ты берешь, короче, в соседней цветовой схеме, в соседнем, соседний цвет цветовой схемы. Либо ты берешь оппозитный цвет из цветовой схемы. Вот. И делаешь кнопку. Просто смотришь. Вот это скука. Нужно сделать, чтобы просто читалось. Вообще скука. Очень сложно воспринимать. Читать скобки, это все, двоеточка, запятой, это все, короче, создает дополнительные, как бы, точки, да, которые тормозят внимание. Там, двоеточие, споткнулся одного, там, точка запятой, как споткнулся, скобки. Если скобки можно убрать, да, совсем, то типа над двоеточьими точками запятой можно подумать. Вот. Тут двоеточие, а не уйду, и весь два столбца сделаешь. Так, это тоже небольшой минус. Это как бы не так критично тоже к редактуре относится. Фотки, вот, видишь, кривое качество изображения, вот в этой фотке. В этой тоже так. Так, ну, тем не менее, здесь нет каких-то таких критичных косяков, как шрифт в первой работе. Вот, эта работа получает оценку 5 с минусом. Достойная работа. Блин, ну, вообще, жизнь. Чего за тормоза? Это я по поводу тормозов. Так, statistics of your money. Короче, вот эти экраны, да, это я по презентации говорю, вот этого контраста не хватает вот этому вот. И вот эти линии кривые, да. Когда вы делаете линии, которые обозначают плавный график, они у вас должны строиться геометрически правильно, да. То есть у вас точки должны быть только в точках экстремума, да. То есть узлы должны быть только в точках экстремума, либо в минимуме, либо в максимуме, да. Вот, и направляющие только горизонтально. Здесь тут куча всяких узлов, поэтому получается кривая такая хрень. Вот, ладно, смотрим то, что внутри. То, что внутри визуально меня, как бы, меня устраивает, да. Из-за исключения вот этих графиков, в котором я могу прикопаться. Вот. Поэтому ты графики переделываешь. Ну, потому что они реально кривые. Так, это что, личные деньги, да. Вот у меня три карточки. Расход-доход за день, за неделю, за месяц, за год. В процентах по категориям удобно. Да. Это тоже пять с минусом. Минус понятно за что, да. Так, это что, на Союз. Вон, Броид. Классный прием для презентации. Можно так и оставить. Вот. Единственное, что здесь слишком здоровенный отступ получился. Он, как бы, несбалансированный у цели. Нужно его отбалансировать, и он получился больше, чем внешний. И у тебя презентация взяла и развалилась. Но большая часть, так, конечно, неправильно делать. Это минус. Вот. Вот это вот прикольно. Здесь есть четкая доминанта и в тексте, и в композиции. Вот. Так. Это что? Куда я поеду? Туры, да. Скиллов, Шарм-эль-Шейх. Так, выбираем один. Персон. Ну, в принципе, вот это достаточно понятный интерфейс. Он уже 200 тысяч раз оптимизировал. Все. Вам тоже просто нужно было сделать визуально приятно все. Ну, что это за разделитель такой? Хрен не знаю. Непонятно. Вот. Это русские планки сюда перекочевали. Прикольно. Ну, да ладно. В общем, эта работа у нас тоже на пятерку с минусом достойная работа. Минус поправить все-таки нужно в презентации. Ну, что, Яна, я тебя поздравляю. Офигенно крутой результат по окончанию. Курса. А мы едем дальше. Алина. Алина. Так. Музыкальная школа, байкшоп, iOS, Android. Что это за? Разработка приложения для автоматизации бизнеса. То, что я вижу, в первых работах мне нравится. Так. Так. полном саму приложение автоматизации бизнеса с и тысячами проектами и помните не печатаем проходить вниз продукты проекты да короче это про что про автоматизацию технологичность новой технологии современной технологии короче элементы навигации элемент интерфейс принципе в одном стиле да с размером заголовка чуть-чуть перебор здесь еще разные кегли я взял одинаково ничего не потерялась кнопки решила сделать кнопки разные попробуй сделать кнопки одинакового размера для рожки соблюдать общественности вот сверсткой здесь должно быть чуть меньше чем здесь почти одинаковые это не так критично но важно короче вот дальше смотрю тебя блоки видно где граница блока да значит отступы снизу и сверху и во всех блоках они должны быть одинаковые как бы это ну рядовой пользователь наверное не обратить на это внимание но арт-директоры обращают вот здесь перегруз перегруз потому что слишком здорово заголовки отступы разными между ними между блоками это блок надо работать короче это тоже 5 минусом это у нас чё курсачная это у нас кто алина чем извлекать не из воздуха из-за минго у термин вакс короче здесь нужно быть аккуратным с контрастом потому что вот это пропадает вот это вот на бурюзовым белыми призом пропадает и нужно к единому знаменателю кегли привести вас на странице должно быть максимум 5 разных керли то есть 5 максимум 5 разных размеров черептов заголовки под заголовки заголовок основной заголовок блок под заголовок внутри блока и наборный с этим с техническим надписью вот как бы вот эти вот вот это вот разница стерлинга допускается вполне кстати охеренно выбранный шрифт и тот и другой вот в плане визуала мне кажется классно подобрана стилистика в стиле это винтажа плюс около авангарда ножи вот доля абсурда такая нужна здесь вот прикольно так ну короче кегли решила по стерлингу это у нас про музыкальный инструмент блин круто поставлю пятерку но решили вопрос делим так дальше погнали дальше погнали вот это вот история с капиталью отстой заново минус моя композиция вот в этой части тоже минус ну не надо выравнивать по правому краю то что выравнена здесь внутри модуля по центру вот отправлена ну так посадкой что мы не сильно заметно со ступами тут проблемы с кеглями цвет свиста пляска разные куча разных по цвету ок по шрифту ок капиталь нахер с кеглями каша с композицией хорошо все все а ну вот да все посмотрят четыре с плюсом надо вытаскиваем главный экран суппорт зараза так так потом об презентация прикольно в одном стиле по цвету с иконки в одном стиле со шрифтами вопросов нету сверстки тоже вроде вопросов нету читать прикольно сделано очень аккуратно вот эти вот плашечки вот потом потом тюрумпурумпу тюрумпурумпу по сути а по сути значит это у нас карточка это у нас история операцию когда я хочу совершить перевод какой-нибудь да переводы называть его вот реквизита на себя вынесено в отдельную плавку непонятно как бы очень редко используется штука ну короче нормально ну ну или идет так поехали дальше короче вот здесь жопа полная ну пардон за резкое высказывание но смысле очень сложный интерфейс ну то есть прикинь ты открываешь вот это в мобильнике такой что там несколько 10 10 пунктов ввода инфы например раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять вот это уже проще прикольные визуально и разряжена вот это проще прикольно тоже вот это тоже просто разделено что здесь делать берешь выделяешь основную часть которые все пользуются а потом уточняющим все фиговины внизу это у нас четыре с плюсом на это оставлю вот вообще хочу сказать что работаю этого потока по первым двум участникам пока лучше чем работать предыдущего потока это прикольно вот алина классные результаты смотрите всем сразу говорю если вы получаете оценку которую вы хотели бы исправить да и понимаете исправить вы можете это сделать прямо отправив мне в личное сообщение исправленную работу и просить меня посмотреть вот я эту оценку могу пересмотреть и если вам нужно будет повышение вы его получите если это будет обоснован вот потому что у кого-то могут быть спорные ситуации типа в мастер-группе или в мастер-группе блин их можно будет всегда подтянуть так тина поехали где а вот что изображение должны прогрузиться или нет да видимо должны еще и качественные прогрузиться ну ладно допустим они не пиксельны так редактура висячие прелоги и съехала все эти маленькие косяки вы пожалуйста поправляйте вы же будете эти работы в портфолио например на дефенс выкладывать там должно быть все идеально так ну-ка дальше у нас что с композицией что-то фотографии то пиксельные они у меня не прогрузились или они такие есть здесь что-то жутко опять нет не прогрузились нет не прогрузились нет не прогрузились из-за низкого качества изображений у нас так кусачек так и ладно поехали дальше ну да если я буду смотреть сафари у меня история поинтереснее станет интереснее работа разом но хром нахер тебе так я прошу прощения сейчас вот так то лучше совершенно другое дело его и картинки нормально так 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 херовая картинка так вот эта картинка ништяк где только непонятно ну а все погрузилась отлично так ну меня волнует только композиции отступы короче оценка не сильно изменилась на самом деле четыре с плюсом готов поставить за нее сюда так поехали дальше у пить его да ладно контраст слабо типа темным на темном да вот это вот пропадает особенно красным и коричневым с этим нужно поработать можно сделать там светлее например вот эту бы высветлитель может сделать фон в принципе светлее увеличить контраст вот будет стопудово лучше курсы курсы так вводится такой заголовок достаточно большой здесь заголовков нету это плохо плохо отправлена фотография до минус значит здесь композиции нормально здесь композиции нормально более-менее так это все переходит в футере здесь здоровенный отступ вот гитарные грифы за каким-то фигом повторяющийся нет это все фигня это надо убирать короче здесь тоже четыре с плюсом вроде бы дают смотришь работаю верстка нормальная и как бы по стилистике подобрана да но херово обтравленные фотографии это как ложка дегтя до плохие отступы как ложка дегтя в проект вот так вы нового байк 100 компонент сессии с нею так слишком маленький отступ и здесь в разном стиле иконки слишком овер дофига места на фильтр это можно все поместить в меньшую меньшую площадь меньшую площадь погинатор здоровенный карточка не информативная если я захочу посмотреть детали велосипеду я здесь не найду футер куда-то убежал та же история 4 плюс надо дорабатывать то есть не доработанная тоже не пока не проходит в хорошей оценке окей поехали сюда с композиция 5 для нужно решать вопросы сверху и снизу отступы даже меньше чем отступ между получается что у нас три экрана развалилась то что сделано внутри на принципе аккуратно сделано почему разные кегли непонятно да здесь больше здесь меньше вот иконки хорошо в одном стиле здесь слишком хилые тонкие иконки нужно сделать крупнее вот с контрастом еще посмотреть в общем вроде как бы понемногу понемногу косяков набирается тоже 4 список будьте аккуратны будьте внимательны и здесь все здесь слишком мало мало места здесь плотно здесь грязь создается из непрозрачного белого и механика приложения непонятно как где тут поиск непонятно можно это показывать это четверка ну короче есть такая штука как умение доводить дела до конца здесь мне кажется история именно об этом вроде и знания есть но чего-то не хватает чтобы до конца все это применить и сделать хорошую работу но тем не менее это достойный хороший результат ну типа такая уверенная четверка после окончания курса вот я рекомендую выделить время доработку с работа в том что время есть вы написать мне так так чего-то мне не по глазам анастасия музей где правильно скажите мне как правильно смотреть я тогда вернусь к просмотру мы едем дальше денис ситников а о все разобрались ну а тогда смотрим так так школы по наращиванию ресниц так здесь уже пошли более такие очевидные косяки слишком большой интерлинияш это косяк потом почему изображение вот так глубоко на бэк тоже не знаю ресницы нужно как-то показатель вроде как ты показывается на неуверенно вот и подбородок обрезан это тоже косяк иконки в разных в разных стилях это тоже косяк здесь отступ вот этот вот до нижнего края меньше чем внутреннее пространство иконки тоже косяк вот потом здесь слишком маленький короче микроскопический 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 гирка тоже косяк здесь фотографии которые с подписями авторские ватермаркетом и так далее тоже косяк вот вообще несложно на самом деле подретушировать и убрать все заголовок у нас отвалился от всего блока ну как бы тут так более-менее тем не менее здесь заголовка нет разваливается на три части вообще даже в принципе на 6 4 потому что все внутренние отступы они больше внешне здесь маленький открыто здесь большой открыт косяк большой опыт маленький от него нужно объединять косяк мы здесь нужно сделать при constraint карта по нашему грошей есть вот с тебе маленький тоже косяк ну короче дофига неаккуратного исполнения. Чего это у нас? Это у нас Трайтбан с плюсом. Так, что это у нас было? Курсач. Так, здесь примерно такая же композиция. Значит, упражнение есть прикольное. Разобрать по молекулам макет и собрать 10 разных вариантов на основе референсов. То есть, мы композицию из референсов берем, собираем на основе этой композиции. Тогда у тебя будет решений больше. Здесь тоже великоватый интерлинеяр, даже здесь маловатый отступ. Потом. Маленький интерлиняр. Помните, да? Нельзя длинные строки делать в принципе раз. И во-вторых, если делаем длинную строку, тогда между... должен быть отступ нормальный между строками. Вот, отвалился заголовок от своего контента. Здесь такая же история. Так, какой-то новый слифт у нас появился. Вот. В этот блок весь контент развалился внутри, потому что внутренний и внешний ты не знаешь правила, да? потом. Вот почему вот это вот в каком-то непонятном расположении? Чего бы не расположить это вот здесь? Иконки. Ок. В одном стиле пошли. И это уже чуть получше, но еще не до конца. 4 с минусом. Так. Потом. Винтаж байкс. Кривая фотка байка. Вид сверху, колеса кривые. Так. Маленькая фотка. Раздробленность композиции дает. Так. Маленький интерлянияш, большой кегль. Та же самая история. Вообще тут, по-моему, другой интерлянияш, да? Ну, блин. Видно же сразу неаккуратно. Чему принадлежит вот эта непонятная? Слабо. 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 Короче, когда вы получаете слабый результат на выходе, то знаешь, что вы тупо боитесь экспериментировать раз, это значит, что вы тупо боитесь отказаться от того, что вы знали. Два. Это значит, что вы просто боитесь открыться новому, который мы называем уровень нормы, и не можете разглядеть даже детали по этому. Вот. Поэтому я рекомендую продолжать. не смотря ни на что. Тройка с плюсом. Сейчас доразберем и перерыв. Так. Так. Android. Ну, основные косяки сверстка. Верстка это основное на самом деле. Неправильный отступ. Здесь, 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 здесь. Тут разные решения. Здесь тесно, здесь тесно, здесь маленькие. Ну, неправильный отступ, неправильные размеры. Вот. Неправильное выравнивание. Короче, ну, вот это на четверку с минусом работает. Почему вход так вот далеко от пальцев тянуть, пальцы? Мы с правой рукой, это же, бля, правой руки, да, в основном интерфейсе. Если есть универсальный машин, по центру, там, поближе к пальчику. Кегли примерно одинаково. Непонятно, что важнее, что менее важно. Вот. Здесь съехала дропдаун можно где-то в другом месте сделать, в начале, например, не знаю. Либо убрать здесь, выровнять, либо как-то сдвинуть вот эти вот влево. Разные вот, сверху, снизу, почему так? Вот это более-менее аккуратно. Короче, ну, ты умеешь какие-то более-менее детали делать, но неаккуратно располагаешь и неаккуратно с размерами. Здесь нужно прям быть более затошным человеком в этом плане. То есть, это первое, с чего нужно научиться дизайнеру работать. Налаживать порядок в макете. Вот. Вы можете дальше сказать, типа, окей, что если я творческий человек, у меня везде хаос, беспорядок и так далее, и я, наверное, больше проявлю себя в формате, не знаю, создания постеров, афиш. Да ради бога. Только задачи дизайнеру приходят разные, и дизайнеру нужно уметь их решать, вот, в том числе создавать порядок, структурировать порядок. Это четверка, четверка с плюсом. Вот. Короче, здесь еще работать. перерыв на пару минут и продолжим. Продолжим, как верный. по 32, трудом, приятное, бойawn. В нем огонь, лимона. О humour, парни, гляги, пусть пола. С Продолжение следует... 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 выровнял бы наверно по левому краю короче жду по им двешку пока не буду ставить оценку так дальше по гитаре по гитаре уже плоховато обтравленные волосы тут что-то каких-то дохера странных кеглей плохо обрезана волосы кегли обрезаны уже три косяка вот этот блок прям идеален супер такое оформление фактоидов спорно и потерянного видит поэтому наверное я переработал этот блок супер не надо эту линию не надо делая выключку по центру и быть для счастья так карту попытался стилизовать до я бы ю тупо бы отрисовал бы с нуля без надписи или нашел бы изображение без надписи обозначил важные улицы ничего ну ее можно сделать аккуратней 4 с плюсом работа так так рома так вот вот это уже более гораздо более трендово гораздо более трендово прям охеренно другой главный экран да ты что загрузилась но вот эта карточка выглядит вот эта плитка выглядит потеряна потому что композиции и и ну очень плохо проработали почему не сделать например выравнивание пациенту почему не добавить сюда еще конем кусок текста вот почему не сделать композицию которая балансирует то есть вот здесь типа у тебя густо короче действия пусто и вообще непонятное выравнивание да то есть визуальный центр здесь где-то выше вот получается что у тебя доминанта них и гонить в центр почему здесь выключка по левому краю хотел и тёху поставить за это работа нет нет то есть видно наверно что нашел крутой рез начал делать примерно так же но сквозь нет в принципе имеет место быть но если фильтр будет всегда в закрепе внизу экрана да все вижу тогда это круто короче работой с композиции здесь но это пока дисбаланс в полюбках и пока 4 с плюсом так айос гораздо более интересно так карты называйте своими именами поточнее это расходы называется статистика это общая фу ю тоже самое либо можно нафиг убрать эти заголовки также понятно что такое без заголовка будет только лучше так нет нас пять с минусом так хочу этого то есть также вот так вот с рода обрезана ну даже если в определенных мобильных девайсах так я бы сделал поровне то что внутри 5 вот это 5 с минусом и возвращаемся первой работе чертым прикрепил так это видимо не то да на вот лишь и и и и и и и Спасибо. Повыше вот это нужно подтянуть, поднять. Ну, вот, в принципе, жить можно, да, с этой работы. Пятерку с минусом поставлю за определенные к сети. Вот это и вот здесь тоже с выключкой вопрос надо решить. Вот, и с картой, и карта кривата. Так, в принципе, работа хорошая. Так. На пятерку должна быть работа прям вообще идеальная. Есть возможность получить пятерку с плюсом, но эта работа должна быть с эффектом вау. То есть я смотрю и вау, вообще, херена крутая работа. Поехали дальше. Так, Денис, пару комментариев еще. Подтягиваю вот эти работы, подчищай-ка сяки вот в этих работах, у тебя будет классный портфолио. Авторские туры по Кавказу. Это типа горы. Ну, в принципе, ок. Так, фото-норм, шрифт-огонь, контролиняж-норм. Вот это необязательно делать так, если ты хочешь делать так. Тогда вот этот угол, он у тебя должен быть светлее, как-то, ну, или фотка, в принципе, светлее, или более контрастной. Вот. И получилось так, что у тебя отвалился зуболок, отсюда, как-то, да, то есть я вот здесь вот переработал композицию. Здесь более-менее еще нормально. Ну, короче, необязательно делать вот этот вот эффект. Необязательно. Будет только понятнее. Здесь что, тоже грузится фото? Короче, не дроби, не дроби композицию мелкими объектами. Это плохо. Лучше возьми и дай крупно, например, там, половину этого хачапури по-аджавски. Вот здесь, чтобы она так вылазила сочно. Вот. Чувака, который с этой шапкой выглядывает вот отсюда, под углом, типа, 45. Видишь, ты раздробил, и уже стало восприятие, ну, как, дешево очень стало. Дешево стало. С футером какая-то фигня произошла. Он раздробился. Дрольняж здесь маленький. Отступы неправильные. Начал нормально. Закончил не очень. Четыре с плюсом. Так. Эта работа гораздо чище. С первого экрана получше воспринимается. Слишком здоровенный интеррольняж, кегль. Вот с этим по фиксе. Поработай, пожалуйста. Композиция норма, потрави рояль лучше. Видишь, рояль вообще совершенно просто потравить. Чтобы не было вот этих косяковых простых геометрических форм. Вообще ничего сложного не вижу. Да, ништяк блок. Отличный блок. Супер. Футер уже лучше. Футер уже лучше. Короче, дальше. Как редактировать вот это вот. Г, У, Д. Нафиг это все убирайте. Потому что Г, Москва. И Москва это то же самое. Только воспринимается проще. Москва. Запятая. Гарибальди. Запятая. Тридцать шесть. Всего. Метро. М. Можно. Со значком сделать. Новый черемушки. Все. А вот это вот. Г, У. Точки. С Т, М. С Т, М. С Т, М. Это все херня, когда тормозит восприятие. Не надо. Блин, ну что за рояль-то, а? Ну, я бы ставлю пятерку с большими минусами. Надеюсь, что ты эту работу мне покажешь. Потом. Понимаете, вот эти работы с пятерками, да? Мы же публикуем в открытый доступ и говорим, что типа, вот это лучшая работа. Мне должно быть не стыдно за эти работы, которые вы делаете. Нет, короче. Поставлю вот так. Блин, не посчитается. Вот так пока поставлю. Это у меня четыре с плюсом более мощное будет, чем у остальных. Ну, надо доделать. Простые вещи. Вот я тебе рекомендую прям сегодня же делать. Бамбубайк. С бамбука. Так. Да. Шикарный экран. Шикарный экран. Эх, почему? Почему? Такой здоровенный отступ. Куда уехал? Вот эта вот часть. Вопрос по поводу использования вот этой вот формы разделения, вертикальное. Нафига. Смотри, как у тебя классно выглядит, когда у тебя белый фон цельный. Вопрос. Можешь ли ты сделать здесь цельный фон? Ответ. Да проще. Простого. Потому что берешь, например, круглый хайлайт какой-то. Пихаешь его под бамбук. Вот. И ставишь на белом фоне черным по белым. Вот это. И у тебя получается цельная композиция. Вот это шикарный блок. Вот это вот берешь и делаешь вот здесь хайлайт байка. Каким ты там хочешь цветом. Нахера вообще вот черный зеленый. И делаешь вот черным по белым. Все. Вот это, смотри. Прекрасно. Понятно, что делать. Как там фильтровать, что сортировать. Вот. Вот это вопрос. То есть, ты сделал здесь серым получается. Сверхо-серым. Все эти блоки. Какого хера? Здесь белое. Видишь, что ты получается обрезал таким образом. Ладно, ты можешь оставить серый блок. Но сделать, свернуть эту всю муйню в элементы навигации. Левангерилла, что круглые формы лучше избегать. Я другого мнения. Круглая форма классно работает, если она уместна. С точки зрения визуальной коммуникации. Минимализм, легкость, совершенство. И она уместна, если она работает как доминанта в композиции. Вы просто не умеете их готовить. Вот. Но это нормально то, что, например, я могу что-то не знать. Лена может что-то не знать. Вы просто делаете общую картинку, которая формируется из двух мнений. А еще бывает такая штука, что мнение тренеров иногда противоречит друг другу. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Может быть, они могут дополнять, и вы противоречия можете собрать воедино. Вот. И сделать крутой продукт. Ну, это дробленка композиции такая получается. О, Лена, привет. Короче. Достаточно аккуратно, но есть дешманский элемент. Ладно, поставлю за эту работу тогда. Четыре с плюсом, а за это пять с минусом тогда. Вот так вот. Раскидаю баллы. Поехали дальше. Ти-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- работал вот это вообще шикарно прям шикарно вот здесь непонятные отступы между и непонятно этот график вот с точки зрения исполнения ну интересно работа достойная дрибла например нюансы есть что поставить 5 с минусом в общем фоне грязь расческа тут около того почему такой здоровенный заголовок проблему с отступами проблемы с размерами звездочки просто такие маленькие это четверка ну такой результат его надо подтягивать конечно его надо подтягивать результат неплохой но с учетом того что у тебя был опыт дота должен был сделать результат покруче я открыт вырисылайте исправление читаем контраст слабый белый на голубом на свинцовом непонятно почему в правом нижнем углу так что у меня наушники отключились слышно меня сейчас все вы что слышно так непонятно короче говоря размещение и слабый контраст и большой нейтральняш вот здесь неправильные отступы здесь тоже неправильные отступы слева справа вот этот блок прикольный только не хватает одного элемент навигации здесь тоже контраст слабый здоровенный отступ здоровенный отступ дисбаланс блока на то есть вы когда делать два формата не такой здоровенный высокий то второе такое получается дисбаланс здесь тоже что это у нас курсовая только сказал что работаю лучше чем предыдущий потоку сразу пень так она 3 с плюсом не курсовая на ударных не дотянуло тролиняш большой здесь вот маленький в один разный от сверху снизу разная стилистика иконок слишком большой отступ здесь и здесь но это не так критично здесь не выровненным по центру вот эти вот цифры они ближе к верхнему краю чем нижним здесь расческа у вас на основное не выделено сложно читать про кнопку уже говорил этот блок принципе прикольный слайдера нет отвалился заголовок понятно да почему отвалился здесь толпа тут меньше чем здесь пудр ну более-менее уже получше но все 4 с минусом так байк смотри да вот прям какой контраст в толщине линии вот здесь и в толщине иконки и вот здесь толщине в лобе вот ну лога можно оставить спокойно вот это вот лучше вот эту толщину иконок так это более управляемая величина можно сделать такую же как толщина надписи в наборе 1 косяк потом левый край плавает дальше композиция несбалансирована на то есть правая часть сильнее тяжелее социуме проблемы вот здесь дыра короче заголовок нужно привязать каком-то из углов потому что сейчас он не балансируется по центру даже если он расположен по центру потому что здесь 1 3 2 3 так заголовок отвалился потому что он ближе к верхнему кратчем к своему контенту кнопка та же самая история фотки криво обрезаны здесь развалился блок на две части так это у нас работаю смотри вот здесь дыра вот здесь развалилась на две части мелко здесь контент подваливается от текста фотка отваливается от текста море выровнено ну надо учиться делать аккуратно рамки рамки не нужны потому что они привлекают внимание этот элемент не функциональны вот это у нас не могу понять тройка с плюсами четыре с минусом 4 с минусом поставили не все-то критично плохо но плоховато так вот это огонь уже карты если ты дашь сюда цвет на карту дают они же цветные всякие разные будет прям супер внимание привлекать смотри вот это вот решение с таблицы прикольно имеет место быть его можно повторить здесь либо вот это вот перенести сюда то есть какой-то унификации хочется можно например вот эту таблицу кандиркнуть в такой вид на и будет в одном стиле все и более понятно прикольное решение когда ты кликаешь разворачиваешь получаешь детальную информацию я бы только вот эти детали не выделял бы в отдельно вот в такую плохого показывал будет типа внутри блока вот вот это достойно работа там пара нового это будет у нас пятерка с минусом да потому что нужно доработать этот блок потом погнали москва санторини даты короче вот здесь хорошо начала вот здесь плохо закончила вот потому что ну разрядка такая здоровья это получилось кнопка как бы отваливается от всего несложно это все сделать берешь короче все вот это компонуешь в один блок сдвигаешь вниз и где вверху делаешь какой-нибудь классники графический элемент все можешь вот поставить машины страх как сделать можешь логотип за пердов на авиасайлс посмотри как сделаем вот вот здесь мелковато ты когда в мобильник загрузишь вот увидишь тоже слишком мелкая кегли разные получились да это тоже минус вот это у нас 4 с плюсом выходит мне кажется мобильное приложение где больше нравится давайте давайте работаем дальше так регина да 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 так ставлю прогружаться пока найду так хочу пешки если не загрузится смотрю пока другую работу тоже история с плохим качеством тоже история на на билке у нас смотрю мобилки вот это больше похоже на прототип нежели на готовый концепт вот потому что акцентного цвета на фоне белого-голубого нет вот я не знаю есть тут иконки или нет значит сетка порушилась кое-где например вот здесь и вот здесь я имею ввиду левый правый края съехала ну вот это недоработанная такая история вот за нее пока четыре с плюсом там может получится классная работа но пока не наделана то у нас чувак а йорда здесь всю работу убил ну хотя нет не только один элемент короче почему такой цвет он создал здесь слабый контраст зачем вот это вот изображение на фоне такое высветленные на это дешево смотрится потом большие кегли он больше чем да ничего вот это разные еще тем более здесь мелко вот короче в приложении у вас два кегля все вы используете один для заголовка второй для набора все максимум можно сделать плюс один какие-нибудь бирки и какие технички на отписи лет просто выделить но попробуйте работать в двух решать задачи в двух вы увидите насколько структурируется ваша работа вот эта работа это на четверку с минусом так возвращаемся вот прогрузилась прекрасно вот смотри что мешает сделать вот этот прямоугольник левый краеву ближе или подвинуть в это ближе или сделать две строчки ближе или например сделать ну короче кучу разных решений как мне делать здесь вот эту турацкую пустоту вот короче первый вопрос вот здесь прикольно не надо только объединять вот этим вот вот этой рамкой так все прекрасно понятно что это вместе все что внутри да прикольно цене кто-то очень мелко вот это окей вот здесь рамку вот это лучше работает она как бы бэкграунд создает здесь они здесь непонятно рамка этой линии скучно и не выровняю это можно доработать вот эти вот углы нерабочие тоже здесь формы по работе наш то это за проект хотя бы можно написать да здорово уж карта можно как поработать ну ладно это уже второй вопрос на то есть выделить ее сильнее ну вот и усилить контраст к фону вот вообще мне нравится как сделан блок по композиции так это что у нас будет что-то средний между четверка с плюсами пятерка с минусом вот мы не знали на рублей пятерка с минусами склоняюсь потом поехали по мектаром обучение уау драйв вот здесь он дыра да у нас получилось шрифт норм короче вот с этим чуваком я бы поработал я бы им как-то решал бы баланс композиции наводил это окей прикольный блок классно сверстом вопрос нет что почему тут другой кеды пошел ну вот это нужно перерабатывать в плане кегли плохо обтравлены фото ну и чувак из группы металлик с авторскими правами можно залететь ну и конечно очень 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 маловероятно но все же не нужно уметь сразу работать в правовом поле так четверка с плюсом за недоработанную композицию третьего блока и за разницу в кеглях из изображения так интернет-магазин так байк огонь фото огонь так байк огонь фото огонь повторяющийся убирай мужские женские детские можно уж так написать правильно для 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 разные шампы в разные восприятия должно быть сразу по каждому блоку свое точнее уникальное понимаете да отличный блок обрезано плохо колесо обрезаны нужно делать больше поля слева справа сверху снизу вот прям суть великая на самом деле потому что что это такое другими словами это умение группировать умение группировать это насколько вы умеете ускорять восприятие человека на странице если вы делаете какую-то раздробленную композицию взгляд не фокусирует наоборот расфокусирует скорость восприятия уменьшается так вот на перевод не это тоже доработать в два столбца можно делать инфу суо жесть очень с описанием можно перерабатывать что что 4 с плюсом тоже так ладно так чего сказать результат хороший доработать можно много чего это не сложно надо просто быть внимательным к группировке элементов верстки тот же так дальше ирина соловьёва ирина соловьёва ирина соловьёва ирина соловьёва так а чего я не вижу ирина в списке с 26 потока пропустила защиту ага ладно создадим отдельный так так вот херен смело с композицией поработала только у тебя будет башка обрезана вот здесь у этого чувака когда у тебя будет экран презентация выглядит шикарно в этом на странице нужно будет дорабатывать блок подразвалился можно иконки меньше делать и перегруппировать как то вот ну видно да почему здесь больше отступы здесь меньше отступы здесь еще меньше отступы здесь нужно перерабатывать этот блок здесь лучше показывать какую-то завершенную часть да например там угол гитары если обрезаешь там со всех сторон тогда это не очень хорошо ну да я говорил про это нужно убирать новосибирск писару 53 чего так ну короче с первого взгляда восприятие огонь да то есть вот это экран вот первый на пятерку там начинается вот здесь минус балл на за композицию здесь минус балл вообще прям капитально с из-за неправильной обрезки все несложно доработать сейчас пока что отца 4 с плюсом так вот как раз хотел спросить как будет выглядеть прикольно выглядит вот сереньким лучше сделать вот эту зачеркнутую да тогда будет норма охеренный главный экран вот это разделение иконки огонь ну не все конечно тут эллипс кривой вот ну короче нужно делать прям правильные иконочки а вот композиция не огонь в том что развалилась на три таких ровных столбца вот это не очень вот этот блок ну более-менее ок непонятно только зачем жирному при заголовке я бы вот этот вот долг блок вертикальным сказками горизонтально под развалился блок нужного переработан до видно объединился вот байк от алиции футер норм иконки но более-менее так чисто выполнено здорово вот это нужно переработать лишь там этаж бесполезный для получилось здесь так здесь attention ну достаточно чистый окей границы до вас дальше возникает вопрос типа что делать как там затащить эти элементы двигаться лево-право внутрь там есть так затаскиваешь тогда у тебя визуально границы плывет вот нужно делать в лид по центру ли вы в ком-то завалок там левый нижний правый нижний тогда все будет работать будет все видно будет удобно короче границы не поедут сейчас они едут до едут в общем это работа на четверку с плюсом детали надо дорабатывать металли приложение сделала ночной режим про погоду развалилась на столбце и потому что здесь маленький отступ здесь большой отступ ними нафига тебе показывать клавиатуру непонятно да то же самое развалилась короче здесь твои были развалилась и очень сложно так это у нас на четверку так так хочу кусать криво ну и непонятно еще чем компания занимается я тут все сразу написал выносить за границу можно слишком раздроблено можно объединить в плохую едины но такие более-менее карта сети криво сделано с головок отвалился от блока расческа образовалась женщина сидит на бочке так чонки туда не по центру тире ох 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 четверка за курсовую так а если пропустил газ модерн кармане дисбаланс большой до займа не займ тоже можно убрать выбери займ и понятно что икс с с м так далее это перерабатываем отступ здоровенный объединять нужно контраст слабый развалилась развалилась контраст слабый гранится больше тем более внимание на правую часть так это у нас 4 с плюсом тоже ну типа результат оценка хорошего дорабатывать еще надо поехали дальше он денис Так, мистер Попс. Паралокс прикольный, только в нем нужно делать композицию логичную, смотри, ты тут делаешь текст в центральной композиции, и у тебя на среднем плане, на основном плане мороженое, если взять, например, вот эту мороженку и хернуть вот так вот на back, в крупном, тогда ты ничего не потеряешь, потому что контраст будет нормальный в любом случае, потому что синий на желтый, ну практически черный. Я бы тут сделал, на самом деле, черным, потому что ты тут огребаешь контрастом, да. И потом, дальше, у тебя остается задний план и передний план, все верно, что они размывают, потому что на них расфокус, да. Передний план ты делаешь, намного крупнее, например, тут такой мороженый, такой здоровенький, когда ее сейчас угла пускаешь. Вот. И здесь одну маленькую, и здесь одну чуть покрупнее, и все, у тебя композиция начинает балансироваться. Вот. Дальше, вот здесь странный контраст, типа синий на, темно-синий на оттенке красный, синий и красный, вообще, в принципе, мы с собой так плохо дружат, если ты один на фоне другого. Поэтому я бы тут рекомендовал бы работать в менее насыщенном красном, то есть в розовом пастельном и в черном. Тогда будет тебе прям счастье. Либо, если ты добавляешь здесь насыщенностью этого цвета, ты переходишь на белый типографический. Вот. Смотри, желтую точку ты даешь на белом фоне, все, она у тебя пропадает нафиг. Другой цвет ищи. Вот этот заголовок можно нафиг убрать, тут обозначать фруктовое, шоколадное, тут тебе придется перенести заголовок ближе к абзацу. Фотки огонь, только обрезать нужно, правильно? Фотки прям вообще создают ощущение, что хочется. Карта отстой. Цвет отстой тоже, контраст слабый. Короче, из-за цвета, из-за слабого контраста, из-за косяков композиции, это все из-за вот этой вот карты, из-за несбалансированных кеглей. Это все тянет на четверку, на четверку. Чего это у нас? Курсовая. Где-то откопал ту фотку, прям вообще огонь. Черты лица Монолизы. Так, ну поехали. Ой, ладно. Первый кран, главный. Большие отступы вот здесь вот между, и у тебя разваливаются на три части косяк. И вот здесь вот отступы. Одинаковые. Тоже надо группировать лучше, там сделать вот здесь меньше, здесь меньше, здесь чуть больше, здесь еще чуть больше. Тогда это получше желаемый результат. Ну и вот этот вот контраст черный на таком слабом фиолетовом, да, не очень. Слабо по сирене. Не очень. Вот. Ранилась. Ух. Однотипные блоки, здесь неправильно построена композиция. Вот здесь слабый там траст. Почему оранжевый? Почему оранжевый? Почему оранжевый и такой вот прям насыщенный? Здесь неправильное выравнивание. Ну, короче, ну неаккуратно. Вот, надо быть аккуратнее в плане компоновки, выравнивание, пользоваться сетками, сбалансировать цвета. По поводу цветов рекомендую в Мэн Рэббит и посмотреть уроки. Вон шарик. Что это у нас было? Промо. Четверка. Так, байкс. Так, байкс. Фото норм можно даже под формат экрана сделать, обрезать на скрутах, показать только вторую половину, нижнюю часть тела. Это будет тоже так можно, да? Логично. Блин, вот это такая олдскульная тема, в скобках указывает количество товаров в корзине. Смотри, у тебя заголовки провалились. Голубые на белом фоне. Сетка уехала куда-то, тоже непонятно, где сетка. Тут тоже с композицией нужно решать вопрос. Вот этот текст нормальный, байкс и нормальный. Просто подожди быть больше. Маленькое изображение, раздробленная композиция получилась. Непонятно, как выровнено. Непонятно, точнее, как создана эта композиция. Первый вопрос, ответ почему в выравнивании по центру. У тебя получился такой очень неустойчивый блок, да? Типа какая-то треугольная композиция. И она, знаешь, кажется очень нестабильной. Ну, потому что треугольник ты же не сможешь поставить вот так вот, да? На угол он, кто упадет. И здесь точно так же. Это же шаблоны восприятия. Вот. Чего? Все? А где карточки товаров? Еще и не доработано, да? А, все. Сорян. Каталог. Тоже раздробленный, да? Я бы рекомендовал вот эти вот элементы фильтра делать как-то. Немного в другой стилистике. Отличная от вот этой. Так. Ну ладно. Я тут не углубляюсь у вас сборы. Карточка. Ну и лог. Стандартно. Короче, вы задавайте вопрос к каждому элементу. Типа, зачем вам нужно? Почему именно такой формы, да? Форма вообще нужна? Можно ли без потери смысла выбрать что-то лишнее? Вот. И у вас уйдут все вот эти рамки, какие-то разделители, вот. Какие-то рамки вот здесь, элементы навигации можно там переформатировать маленько. Станет гораздо проще. То есть ваш путь как бы это путь осознания деталей и упрощения ненужного. В этом-то, собственно, и суть создания продукта, да? Когда ты берешь какой-то базовый сценарий, он работает, все окей. Потом ты начинаешь его оптимизировать. То есть так же в скульптуре ты берешь, сначала формы набросал, вот. Это уже некий готовый продукт, понятно, типа, что ты делаешь, вот, в скульптуре. А потом ты начинаешь уточнять, да, там детали, дорабатываясь. Точно так же в живописи ты сначала сделал набросок карандашный, да? И понятно, что будет на картине. Потом ты сделал тени, и все равно понятно, что будет на картине. Потом ты положил первый слой цвета, и все равно понятно, что на картине. Второй слой цвета более глубокий, и все равно понятно, что это за картина. И добавил деталей и хайлайтов всяких, и более четких теней, и текстур там и так далее. И все равно получается понятно, что на макете. Вот. Здесь точно так же. То есть, в принципе, любой результат, который вы создаете, это результат, вопрос только до какой итерации вы его доводите вот и уметь быстро доводить до деталей это прикольно навык дизайнера вот который можно шлифовать рисовать бывает так вот здесь все просто понятно прикольно пятерка так человек по поводу байков тайничью не сказал 4 с минусом вот это более-менее вот это уже начинается мелко и с контрастами как проскакивают кое-какие косяки хотя изображение правильное качественное а вот здесь уже проблемы с версткой пошли то есть но это четверка с плюсом вот ну такой разброс достаточно большой как-то но в основном четверки так окей осталось примерно чуть меньше половины участников делаю перерыв через две минуты продолжим а а а а Продолжение следует... 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 пусть будет сверху стрелка ладно вот этот блок вообще огонь привет чувак с точки зрения контраста выравнивание прям супер с точки зрения иконок там единство стилистики прям очень миштяк а увы да понятно прикольно композиция окей норм ну можем только вот этот блок чуть продолжить вот это можем чуть взглянуть надо то фотку чуть увеличить а вот эту чуть уменьшить чтобы возникла единая . потому что вот эта фотография как такая не особо важная в этой композиции до функционально вот это важнее потому что это слайдер и нужно отдавать больше внимания сюда короче в каждой композиции у вас должна быть одна явная доминант здесь тоже тоже нужно выделить что-то одно более явно вот с цветом очень классная работа вот пастельный фоновый плюс более насыщенный голубой круто иконки огонь слишком много рамок прости это прикольно да инстаграм огонь get in the touch футер огонь короче это пятерка небольшие ну с точкой скажем так мы все равно пятерка по поводу композиции я сказал комментарий тебе что сделать только логотип поменяй пожалуйста блин нет пятерка с минусом из-за логотипа немного поставить поменяй правь работа будет бомбической да ты опять загружаешься серьезно так ладно смотрим здесь велики так до композиции ништяк по количеству шрифтов посмотри и вы под один общий знаменатель вот этот вот это вот вот здесь вот да можно выехать наверно на меньшем формате изображений на меньшей высоте точнее я вы протестировал ну типа как здесь видишь когда у тебя слово заполняет вот когда у тебя вот это по центру когда у тебя вот это вот в этот формат не слишком высокий вот ступы вот ступы смотри фотки вообще супер кое-где есть контраст неудобный читать сложно вот и косяки с точки зрения и идеи стилистики это да это прикольно ты эти получается стилистические композиционные данном случае решения тащишь через весь макет да сюда добавляешь по графику круто вот прикольно прикольно понятно конечно фишка этой фотографии именно в ее минимализме только его нужно выровнять по центру в данном случае либо в какой-нибудь якорь запихать в угол но это не так критично но это пятерка да это прикольно и осталось у нас приложение да здесь ничего нету так это шикарно только вот красная на черном начинает плохо читаться нужно искать какой-то другой оттенок красным и серым плохо выровняно вниз надо почему поле сообщения серая так опять с минусом у нас и еще осталась одна работа то я не смотрел по гитарам так у меня в стиле урок классик рок так окей заголовки нужны здесь иконки иконки можно поменьше сделать будет аккуратней для кого тоже нужны заголовки здесь фактоиды да это интересно сделано так окей да да классный блок слайдер вижу абонементы крупнее можно сделать дать внимание можно сделать прям не рамку заливка черная заливка вот размер прям оптимален внутри либо блок отдельно независимо сделать либо полоску да ну нет непонятно чё на карте ну в чем функциональность карты такой какая-то хрень какие-то кварталы где-то точка стоит что я с ней делать буду карту нужно переработать ну карту это прям ложка дегтя такая в работу это нужно перерабатывать ну чего-чего 4 с плюсом я поставлю да с ожиданием переработки всех таких жестких косяков типа карты там или заголовков вот и жду ну вообще хороший результат на выходе ну вообще что-то да я как-то сначала сказал что работа лучше чем предыдущего сейчас что-то я смотрю и они реально хуже чем предыдущего потока это меня конечно расстраивает но я понимаю что это некая первая итерация ну вот обычно у нас лучше работы ну ладно нету 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 элина училась с вами или может быть она с предыдущего потока ну вроде с этого эльвин ага вот и разгадываю ваши ребусы так ну поехали в а хозерасчетную поликлинику в первой в городе поликлиника без записей ладно шапка композиция можно доработать изображение вот тут то нормально минус за композицию минус изображения здесь ближе к верхнему краю акции тоже минус внутри более-менее иконки в одном стиле ok здесь неправильно выровнено включила и тонкий внутрь непонятно скучная композиция блок когда вы начинаете четыре раза подряд так повторять пользователь начинает грустить унывать о расческа отступы вот это нормально арта нормально вот этот текст конечно можно простить пробую обращать я уже сказал как так у нас четверка четверка вверх увозу шатровское изображение нужно будет купить для портфолио потому что главный экран хороший но он достаточно шаблонный но ладно для начала научимся делать шаблонным потом будем делать прийти на вот фактоиды допустим окей здесь заголовков нет это плохо вот здесь отступ разъехались видео откуда взялись плитки стилистически в этом макете нет непонятно это как будто ты просто взяла несколько кусков из референсов собрала воедино но воедино не собралось вот пошла как это еще дополнительно стилизация что здесь шрифт подобрала классный вот нужно только единому знаменателю в стилистике все привести добавить заголовки выровнять тоже криво стоит тогда будет более-менее это у нас горка тоже ярко промо страницами так контраст слабый понимаешь почему серый на светло-коричневый но идея зачетный просто докрутить чуть-чуть и будет прям вообще огонь короче вы можете взять например и ну часть из вас попадет например в мастер-группу да и вы можете закидывать мастер-группу такие вопросы типа давайте сделаем рубрик было стало да и суть рубрики заключается в том что вы кидаете работу которая кажется вам необходимо доработать на чат мастер-группу да и кто-то из мастер-группу берет короче из более таких профессиональных крутых чуваков и делает например по одному из экранов на что времени много не тратит делает свою версию просто тюнап ну то есть доработки вот и в итоге поэтому можно записывать видео в итоге короче можно даже две картинки показывать там левая правая можете кстати мне присылать присылайте макет фигме вот и типа говорите дима мне кажется в этом макете можно что-то доработать но я просто не понимаю что ну вот например вот этот главный экран и я давненько не занимался этим и мне было бы интересно ну не знаю раз в неделю например делать такой тюнап и выкладывать видосик вот это было бы прям круто и тогда у нас было бы классно с вами сотрудничество в дни рамок курса вот чё скажете так короче вот это нуждается в доработке вот это отлично вот это вот ну более-менее только можно отлепить заголовок вот это неплохо тут далековато элементы навигации лево-право будут окей в целом норм с яркостью можно доработать потом здесь тоже самое с контрастом но это у нас в итоге работа на такую хорошую четверку с плюсом так я еще не смотрел другие блоки на вот да и представляю что сейчас работает хренище ко мне полетит я буду в формате успех успеваемости не знаю может быть даже очередь создать там был доки доктора шарик публично вот может быть привлечением мастер-группы так тайпс каур сайс нигде бренд материал так дополнительные действия нужны для того чтобы раскрывать так шоп вот это вот часть ништяк вот здесь дыра на чуть не делать вот это нужно сворачивать более еще и скролт тут добавила вот вот это сбито так достаточно смотрится структурно но вот это нужно разлепить до лево-право ну вот чего четыре с плюсом остается так дальше едем дальше едем здесь аккуратнее сделать внешний контур вот вот это окей забыли код лучше наверно двигать либо к центру либо к пальцу правому потом нижняя часть вот здесь окей цветами здесь хочется разобраться шкалы верхней нету вот это это на четыре с плюсом тоже убрать фокус внимания с с этих подчеркивание в импутах с обозначение импута да вот слышим сложновато месяц можно обозначать словами так проще воспринимать на будет разделять год и число вот здесь более-менее нормально тонкие кнопки которым будет сложно попасть пальцем и с отступами видишь здесь не обязательно делать такой здоровья но лучше сделать об этом здесь побольше блин ну тоже четыре с плюсом да двадцать восьмой поток давайте делайте прям лучше это двадцать седьмой поток воткнулся воткнулся конкретно просто я сейчас не знаю хорошо я лысый на не будет видно седых волос видите во всем преимуществе нужно искать поехали дальше чуть я реально не знаю с чего формировать пол хороших работ с этого потока я вам сейчас наведу брака ладно не страдайте у нас был преподаватель по мотоанализе из маршколи в одиннадцатом классе и он был очень строгий причем стал прям ну прям строго ставил двойки реальные там первый раз получил вот и когда я получил двойку это был такой шок для меня просто как я я же шарик получил двойку и сижу такой страдая короче вот он такой подход ну что страдаете и улыбается я такой ну ладно не страдайте все равно выравните все поэтому не страдайте все будет хорошо так на испанском ухты что-то связано с мой тайм фото на главном огонь цветовая стилистик тоже огонь холодный плюс на нем красный холодный серый вот круто это круто вот это круто вот это сложновато может быть лучше иконки влево тоже круто тоже понятно в принципе дайте обозначение улиц хотя бы центр сделать с картами проблем там реально рубрику надо отдельно открывать 15 способов как сделать карту вот сейчас сразу сразу закинули пока не забыл а так и чё какая оценка какая оценка это пятерка ну прям с точкой на из-за карты но это пятерка так это у нас кто александр мурзак это курсовая это пятерка настя привет тут сформировалась потребности сделать пост про способы как сделать как оформить карту на сайте карту смысле гео-локацию георасположение можно прям собрать идеи лучше из мастер-группы вот и выпустить офигенный пост типа десять способов как оформить карту и там пять способов пыли паски кок наберется так play like rock star так вот главный экран вот этого чувака можно делать больше грифа у него не обрезать короче цель сбалансировать блок чтобы он выглядел цель на не развалился на две части размеры заголовков огонь кегли огонь вот видишь тоже изображение неверно в принципе подобрано потому что гитара маленькая она отделяется чувак тоже маленький потому что само изображение маленькая вот и выглядит как бы не цель но вот этот блок сам в принципе я бы здесь давал более крупные изображения более выразительно окей до низ окей только тут какой-то разделитель появился непонятно один пиксель короче это у нас четыре с плюсом из-за композиции по большей части так байк главный экран до топ ценник непонятно к чему привязан я бы выносил в якоре вот здесь с отступами проблемы и заголовок выдался потому что он вообще в другой стилистике отвалился заголовок разные отступы ну ведь и отступы же это важно сетки вам помогут делать правильно отступ можно использовать не только вертикальную сетку на горизонтальную сетку для того чтобы быстрее работать с отступами вот вы посмотрите например работает вадима глотова вадима он вообще такой заморочник ну это один из выпускников в даю в мастер-группе вот и он прям вот двигает по пикселям он считает пиксели короче ну когда фотошопе делал на там же видна эта сетка вот он прям по пикселям вымерял расстояние между блоками расстояние между блоками между заголовками интер линяш там и так далее можно дальше потом можно ускориться можно использовать горизонтальную сетку для того чтобы быстрее что делать надо было вам дать задание еще короче подобрать референсы по поводу оформления фильтров в интернет-магазине то есть не только сцена с сценарем плане да то есть разные интерфейсы но и разное оформление интерфейсов тогда вы бы прям ну поняли как их оформлять так ну ладно окей достаточно стандартные вот эти карточки фильтр вот здесь вот этот блок нужно переработать и вот этот блок нужно доработать ну вот оценка 4 плюс тоже господи они четверки они четверки вы можете посмотреть разбор работ предыдущего потока там работы как бы ну они лучше это просто как ориентир для вас просто как ориентир для вас то есть это не повод разочароваться или расстроиться да потому что типа как повод есть это повод но обозначить себе планку достичь и при этом в ближайшее время можно сделать значит я буду в конце говорить про мастер-группу типа кто попадает кто не попадает мало народу скорее всего поднять мастер-группу после этого потока но но в мастер-группу можно попасть в любое время если вы набираете количество работ которую дают критериям критерия озвучу чуть позже вот просто у вас тут вопрос времени как бы вот это уже аккуратно до не вижу никаких косяков пятерка тоже аккуратно сделан вопрос конечно по в принципе наличие этого блока здесь по расположению блоков не так критично это можно потом доработать все что и здесь есть все нормально тоже пятерку с минусом на поставь минус это за рис на searches и неудобно расположение кнопки сегодня здесь так чё все да ну неплохой результат в принципе поехали дальше смотреть так настя дима привет почему со всеми не делитесь больше работами косников с нашим 28 по 26 потока только одного ученика работал из 3 насть спасибо большое тебе за обратку я тоже заметил то что у нас мы стали меньше публиковать работы вот я бы хотел чтобы мы это делали чаще я на самом деле я уже сегодня на встрече команды говорил сейчас я сфото и комменты отправлю контент менеджера ребята очень я вас благодарю за обратную связь если вы что-то замечаете что типа можно улучшить в работе школы или работе сообщества или в курсах и так далее вы можете мне писать напрямую а я там дальше уже буду распределять задачу в работу вот так правил маргия поехали но на драйвер работу супер ой про номеров на и спаси больше матча такой приглушенный зеленый все как надо минимализм болен все равно тут с качеством меня не очень фильмы вот сразу видно на такой стройный прототип примут отсюда но прикольно видно изображение которые вне формата блог это тоже круто так да да тема с минимализмом верно поймана да наводишь такой хоп заказать ценник видно да да и иконки ништяк шрифт до япония карта да и и и и и и и надо соблюсти левый край вот опять на дисбаланс блока типа ты даешь тут абзац и абзац он как бы такой не к маме не к папе короче отвалился и здесь высота формата вас большая здесь высота формат маленькой случился такой перекос перевес пока как отбалансировать композицию вы меня смотрите визуально и вы и сразу видно в какую сторону будет перевешивать так вот чтобы видишь в балансе тоже должно быть блин заморочиться что нас тоже с этим матча такой знатный чайник уже это прекрасно эстетически классные короче да это пятерка работа так это у нас курсач был да жигулина мария прекрасный курсач настроен гитару на правильный лад так далее здесь вот такие гитары плохо смотрятся в логотипах потому что у нее . визуально ниже чуть вот это вот лучше убрать вот разделитель было прекрасно круто вот дальше ну вот этот разделитель прикольным вот эти спорные может быть без них было бы лучше да круто вот вот такие вот вставки типа текстурные тоже они хорошо работают только к чему относятся подробнее чему относятся подробнее непонятно здесь заголовка нету тоже пользователь теряется вот поэтому вы как бы сделали для элементы на блок накидали потом вы начинаете структурировать его и короче ваша задача чтобы пользователь быстро понял если взгляд замыливается ну покажите кому-то спросите что человек понял или куда он посмотрел в первую очередь по кеглям куча разных кегли тут разные кегли пошли это нужно все приводить к моему общему знаменателю вот и тогда будет еще более структурировано такие фотографии гитары на фоне это хорошо ну тоже я не знаю я уж какой рассматривать типа про эти карты и каждый раз и получают тег вот почему он не привязан какой-то определенной точкой композиции уже можно четко и логически повязать центру до формата вот у вас есть прямом будет правда он вертикальный горизонтальный квадратный вообще пофигу там круглый но чтобы привлечь внимание нужно разместить этот объект якорь но вы же не будете размещать этот ягод типа в левую в правую галку нелогично потому что у вас с ними нет привязанного контента к ним вы будете логичным образом размещать в центре чтоб привезли внимание к нему все центре разместили у вас сразу как бы баланс появляется в формате вот эта пятерка с минусом поставил бы пятерку если это не было банальных косяков поверстки так здесь дело страна фотка отличная с контрастом беда каталог потерялся вот достаточно банальной композиции я не знаю начинался ну понятно что с него важно как начать на именно там лево-право справа объектом слева должен быть балансирующий какой текст там с кнопкой но чаще всего мы получаем такую некую кувалду да композицию виде кувалды короче здесь вертикальный объект какой-то да то есть если здесь горизонтальный объект тогда баланс есть если здесь вертикальный объект все сразу короче вот эта вот часть меньше весит к нему то вот то есть вес объекта да подумайте насчет объектов с точки зрения их веса визуального тогда вы будете понимать дальше вот этот например подзаголовок он большой достаточно его нужно меньше делать я так делал короче в самом начале знаете в самом начале своей карьеры типа здесь там что-то большое здесь там чуть-чуть еще поменьше там виде заголовка но блин это же у нас описание на этот текст по сути он должен быть наборным вот и потом я начал замечать что типа работы которые в которых вот этот вот текстом наборный на в наборном стиле вот они смотрятся как-то более привязанными к центральным точкам в доминантом вот а здесь вот этот вот например вот эта надпись она оттягивает внимание цвета заголовка кстати это мулан пусть будет прикольной форме блог и несмотря на то что все заглавным но с разрядкой хорошо так чего слайдера сложновато найти на самом деле но можно ну ладно вроде как стильно смотрится все вместе ну видно что как бы этот байк так вот нафигачен на фотку но в целом собрать этот лево право сбалансированы здесь слишком мало отступов вот прям критически маленький отступы до колес байков минус то что внизу супер футер супер то есть как бы верстать в тексте умеешь да а а вот по композиции еще вопросы по подбору фотографии тоже качество график вопрос типа обрезка там и так далее вот видите какая крутая штука смотрите смотрите все значит вот у нас имеется блок да вот у нас имеется основной большой заголовок горный велосипед для мужчин все с ним тупо не поспоришь вот притянут к левому верхнем углу с этого начинается это точка начала входа в композицию когда потом вот эти теги стоят жирно контрастно черно до в точке левый верхний угол и они прям на полях обозначают основную тему типа чего же мы тут себя выбрали горные велосипеды мужские все с этим тоже не поспоришь либо не проедешь прям настолько очевидно и спасибо тебе за это решение то что у него получилось почему это решение становится очевидным ну потому что все остальное ослаблено вот это выделено все остальное ослаблено акции 1 3 1 плюс 1 равно 3 она не задалась вот здесь баннере потому что ты его разделила на три части 1 часть 2 часть 3 час если тут сделано было такая цельная форма на черных тогда другой вопрос вот но в целом все еще вот 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 выделять объект можно не рам когда в принципе рамка тоже неплохо вот да в скам с контрастами тоже важно ник работе удаши карман где шикарный короче я поставлю пятерку с минусом за определено сиких который я озвучил да вот это вот это вот это и обрезка в остальном вам здорово так с минусами дальше вода видите тоже здесь за счет контрастов сразу выделен основной объект здесь выделим здесь выделим здесь это категории здесь не нужно выделять но заголовок работает но вот вот эти заголовки и вот этот заголовок я бы наверно как переработал может быть не такие сильные что они не так сильно спорили с основными голова в остальном все прекрасно съехала вот эта часть только влево так 5 всегда в каждом потоке есть студентам на работах которых хочется объяснять это как надо делать просто кто-то сразу ловит эту фишку кто-то кому-то нужно там пень ехать раз 10 потом вот тоже видно вы помните работа где были выделены вот эту линию здесь работа где они сознательно вынесены на задний план ну в смысле не на они не привлекают внимание привлекают внимание основной функциональный контент популярное направление здесь тоже вопрос как бы в логичности установки блок до популярное направление звучит логичнее чем недавний поиск вот я бы популярные направления запихал бы сюда вверх а вот этот вот блок вниз поставил здесь все тоже шикарно ну вот здесь можно было добавить цвет какого-то чтобы вылечить внимание и цветом показывать индикацию что какие оценки с хорошими какие оценки средними какие оценки плохими зеленый желтый краску вот это пятерка но стерка с . там есть при ленке скину слушай мария прямо умничка мне кажется пока что лучший результат с тех которые я видел но не будем еще загадывать посмотрим что у нас еще есть так до щенская наталья вот например решение для когда центральная композиция она может может в совокупности с типографикой с изображением работы чуть-чуть добавили яркости желтому он уже получился такой более плотный близкий к оранжевому и желтый уже не кажется на нем не контрастно вот дальше чего из прикольного вот аккуратные такие вот дали смотрите насколько дальше выгоднее черные работы на белом чем какой-то другой цвет именно поэтому я новичков прошу типа не пока не экспериментируйте например в итоговых финальных работах которые вы показываете дастом с цветами типа графики потому что возьмите там себе за базу черный например на светлом фоне там белый на темном фоне и все вы можете экспериментировать ну как бы с работами в стол но те которые вы показываете в качестве выпускных не надо там оставлять эксперимент потому что черный набил белый на тему всегда выгоднее работать чем остальное ну блин слушайте а у вас не сильно компьютером озере когда вы все эти работы скидывали в одну кучу просто так в качестве обратки то есть в формате стоит давать работу с следующими потоки так так вот эти элементы тоже в принципе в тему потому что это как элемент взятый из изображения и понятное дело он будет частью стилистик вот это изображение но она слишком здоровенное и разрушила композицию полностью потому что у нас вот этот ваша совершенно сетки никого не подчиняется и кнопка здесь осталось поэтому здесь можно оставить большое за выражение напустите вот типа из-под нижнего блока вот так вот этот блок важно переработать короче здесь собственно проблем а здесь пошли другие стилистические решения смотри здесь а нет дожди все правильно нормально это же тоже акварель когда типа и это акварель к я рекомендую тогда вот эту акварель приблизить по цветовой схеме вот этим вот эти такие лайтовые светлые либо вот эти сделать темнее потому что у меня темно здесь смотрится более контрастно и вот короче мне хочется 5 минусом поставить за это работа но поставили 4 с плюсом потому что он один блок совершенно нужно прям кардинально переработка сказал какой вот данный просто эти шутки на видимо все равно много приложений работать и трансляции видеокамера и запись рабочего стола отдельным приложением и короче другого хрома ширине сафари так да прекрасный главный экран да прекрасный совершенно блок чуть ниже спустите туда более-менее да здесь я почему говорю более-менее потому что все равно вот это три блока они на три части разваливаются да есть полно сайтов с такими блоками да типа так можно делать но все-таки нужно искать более цельное решение супер блок да ну двадцать к решение фигминг смотрит это пятерка прям отличная работа так оля фигме не стоит сдавать работу половина графикам просто может не было графики не прогрузить заставлять не все да согласен короче чтобы спасибо тебе за братку я уж сам понял что не стоит фильм нагрузить сейчас наташа право сразу мы постоянно экспериментируем там то там то там туда дископудрово найдем спас так вот управлено так вот управлено я увидел а это у меня видимо из интернета там типа долго погружается несмотря на то что я подключил через кабель либо просто низкого качества изображения непонятно 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 или это превью яндекс вот яндекс это тоже похоже на варианты платформе было прикольно на самом деле когда картинки придут под выражаешь прям сидит курс когда они у меня нормально вот прилипла меню к верхнему краю байк огонь байсика ушло путей вот тоже да вот получается вот это вот такая менее плотная часть композиции вот это более плотно но менее информативно и с этим нужно решать вопрос до зарабатывать это отличный кейс для мастер-группы типа разберите было стало сделать все не вот здесь отступы косяк здесь ну заголовок далековато от блока нужно двигать двигать ближе вот к своему контенту слайдер не логично расположены здесь вот здесь можно типа си о байкс и слайдер там сюда запихать так слабый контраст черный на сером вот это прикольный контраст заголовок уехал вверх ну про этот блок я уже говорил по сути вот дыра отвалилась короче ну нужно просто по другому объединить два этих блок два разных блока вот либо объединить в один плоский например короче ладно я уже в разборы подался это четверка с плюсом судя по главным еще посмотрим блин скачивать вот она прекрасная часть целом сайс можно сюда запихать меньше места вот байк отбалансировать можно форматом прямоугольным внутри него байк запихать еще решений полно здесь съехало здесь больше отступ здесь каша каша так ладно остается четверка с плюсом на взрослых зашли в до 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 про контраст стать плохое не верю агрессивно весьма черный на красном рамки незачем эти нужны незачем рамки растащила прям ранка контент сразу видно вот это отделилась вот это отделилась вот все это размазывалось по краям рамки ну сами мини карточки норм так 400 плюсом или даже 4 4 с плюсом так курсач смотрел мобилки смотрю ios вижу android не вижу короче в прошлый раз уже были случаи что типа недоработанные недоделанной работы вот и я тогда тестовал ребят с недоработать с пропущенными работами сейчас я тестовывать не буду вот пусть я буду ждать пока вам не отправить доработанный все работа были чтобы я по каждой из работ мог поставить оценку и тогда будет цитация прекрасный экран здесь тоже все ништяк жопа это только уберите вот здесь более-менее так остальное все нормально ну ладно жопа и шутка пятерка здесь она и и суме у нас получится в веселый поэтому срочно жду работу так потому что в целом-то результат неплохой сергей ковальчук олег герасименко у нас реально как мама всех потоков уже не знаю какой ты ведешь поток 4 или 5 в качестве куратора но от тебя такая прям суперская поддержка ощущается спасибо тебе за то что ты много времени в ребят вкладываешь так android грязно место мало оценку пропала очень незаметно развалилась развалилась вот значит здесь окей здесь дыра маленькие отступы большой отступы разные отступы здесь нормально здесь дыра здесь дыра 4 спорта так как у нас сергей ковальчик так рынок банк черная херня вот это на фоне на прям портит всю презентацию вот ты здесь сделал бы завершенную логичную презентацию восприятие было бы другое здоровенные заголовки можно делать меньше заголовки вылезли за левых на это плохо вот здесь слишком большая прозрачность короче вот этот блок еще то более-менее вот здесь слишком большая прозрачность как следствие низкий контрастный по 4 так ладно больше байкшоп почему такая форма разделителя непонятно пусть его либо делать прям сыном прям состав состоящим из полуокружности дает там третей что льду к трудности 3 кружности вот но это короче не до недоработка такая полумера вот то есть у тебя прям классно можно развернуться здесь вот к байк можно шрифт подобрать логичным в принципе этот шрифт нормальный вот очень классный шрифт который можно развернуть и контраст цветовой у тебя здесь хороший разделитель он портит ночью здесь блок пустой и highlight нет да вот например ну как например в школах продуктового дизайна не диджитала промышленного дизайна очень например скетч презентовый скетч это видео нарисовал да в цвете какого-то продукта там велосипеда не знаю плеера тебе нужно показать вы видно вот у тебя есть объект до основной вот и чтобы внимание на него дать подчеркнуть детали ты делаешь на фоне какой-то геометрическую форму с заливкой плотным цветом ярким плотным цветом и все и он тебя сразу привлекает внимание сразу становится центральным объектом композиции это становится простепенным ты уже работаешь вот к откуда у тебя по взялся вот таки объем не понятно то есть этот блок то можно переработать с точки зрения композиции вот дальше режим наложения цвета здесь тоже нападет здесь ты не накладываешь все нормально здесь ты положил цвет изображение ну вот видимо типа сложно потравить так потом вот так вот такой вот этот баннер даже неплохо выглядит найди работой александра федорова где александра федорова у меня в друзьях найди его портфолио найди его работы и посмотри как он там делает именно разделитель те которые скрещутся с того чего это рейтись короче композиции надо научиться работать вот в сумме это четыре с плюсом дальше литера отличная идея отличная идея чувака можно еще увеличить да хороший главный экран ладно пошло все дальше достаточно так структурно но скучно но ладно значит нам нужно научиться сначала это делать здесь беру нужно убирать инструктор вот видишь когда у тебя прям жесткий такой вертикальный формат он всегда очень плохо балансируется в горизонтальном формате да поэтому здесь тебе лучше находить либо квадратный формат либо горизонтальный формат то есть ты берешь например инструктора вот так вот обрезаешь по поиск короче вот так чтобы гитару не трогать или и получается ты можешь его дальше увеличить вот так и будет выходить этот гриф точно так же примерно как сейчас почему можно обрезать например там любую не знаю линию на самом деле потому что показывает что человек он как бы стоит за какой-то ширмой вот ну это как паттерн уже сформировался человек может стоять за тумбой за шкафом за столом да и как будто он обрезается как будто его изображение заберет обрезается горизонтально не очень воспринимается когда изображение обрезается вертикально как-то там плечо обрезать может быть неестественно скрытая закрытая позы что ли ну так же человек тоже может стоять и поглядывать из-за шкафа например из-за угла вот классный фотка тоже вот вот это доработать еще блок нужно да он тебе выглядит тоже говорил метафора кувалда типа здесь тонкая такая палка здесь здоровенная такая наковальня вот здесь дыра ну ладно здесь дыра еще ладно а тот блок над балансировать ну вот это уже получше даже можно поставить за эту работу 5 с минусом и докрутить ее дальше ну хотя нет наверное 4 с плюсом вот так это вот с этим не разберешься с ними блок все оставлю зачет пятерку значит мне нужно это будет показать всем остальным участникам вот как хорошую работу так да не сложно докрутить так поехали дальше кузовной ремонт когда вы непонятным образом расставляете границы формата тогда ну как сказать ломается в сам формат то есть здесь прилипло к нижнему краю здесь прилипло к верхнему краю здесь прилипло к правому краю нужно это все во первых на одну линию поставить во вторых больше места сверху снизу дальше вот это бы я сделал бы вот точно вот здесь вот если я это делаю точно вот здесь тогда тачку можно фотку подобрать другую чтобы она вот здесь вот здесь смотри такой по левому краю выровнял а вот это у тебя центральная композиция получилось получается драть здесь у тебя но она никуда не уйдет если ты заголовок вырубишь она останется набирать здесь дыра здесь дыра здесь поэтому вот здесь нужно еще идеи композиции этого блока этого блока здесь да тоже почему сборок полем краю вот он уровне непонятно вот это у нас четверка вывод с композиции на научиться работать да проставил оценки поехали дальше канила так что-то интересный нужно вот видимо грузится изображение так тут тоже что-то херен интересно должно быть так вот вот смотрите как получается с точки зрения композиции круто когда мы берем и объект основной увеличиваем на более чем две трети например на три четвертых формата даже если ты как бы допускаешь косяки в обрезке изображения все равно все равно здорово смотрится значит как тут можно вот этот момент допилить просто делаешь и вырезаешь гитару вырезаешь руку девушки с грифом вот это пускаешь за форматы все круто круто главный экран огонь ну плюс как бы подобранный подобранная фотография девушки с красными волосами ну плохо штаб травмы здесь но это не так заметно нужно подтянуть вот тоже прикольно как можно разместить гитару на формате так чтобы она балансировала формат сделать основную часть гитары без грифа якорем точкой правой правом нижнем углу например круто круто код стопы нужно здесь сделать вот болтас ну здесь съехал блок немного туда если сделать здесь формат горизонтальный когда все вернется на свои места фотка плохо в травы на чувак странный позе это подкачала фотографии ложка дергать его в макет вот за это минус ну я не знаю очень хочется мне поставить пятерку на пятерку и не могу ставлю пятерку с минусом на минус большой за вот этого чувака то есть блин я его не знаю я его не хочу показывать аудитории вот не хочу показывать эту работу как а лучшую работу мы и мы покажем все работ как обычно мы показываем но мы же отмечаем типа вот например лучше работа таких более даже не лучше не показывать забыли совсем так терка с минусом блин нет не могу поставлю с надеждой на улучшение поехали и смотреть дальше байды абсоли пайсикл байсикл короче вот здесь ладно я такой еще съел на что ты отодвинул этот квадрат левого угла оставить такой не функционально совершенно пространство но вот это я уже не могу адекватно воспринимать потому что здесь дробление начинается лучше сделай внутри формата процент здесь и все будет нормально либо либо сделай вот эти вот элементы навигации посмотреть подробнее без желтого хайлайта желтый хайлайт использует только если у тебя есть какой-то отличительная метка товара по новинку или скидка или еще чуть такое тогда да будет логичнее это окей я бы выделил не слетер черном а вот это с опускать то а вот белым потому что миссу это важнее классная композиция в целом некачественное изображение фонарик с багажниками какая фотка с алиэкспресс так здесь нормально все весь слева справа маловатый оттупы по теням смотри нет ли у тебя перегрузок а вот это видимо выделено вот это вот наведение для молки нижнюю и верхнюю границы короче блок желательно тоже балансировать там составлять как ты думаешь сколько народ прочитает этот кусок текст вы же думаете о пользователе вы бы сами прочитали не факт короче ну вот эту пятерку с минусом можно поставить поехали дальше вот правильно геометрические формы ништяк с экстременными явными кругленькими да круто 55 баллов грязно грязно контраст пропал мелкая мелкая маленький это смысле раздел разбила это у нас такие истории уже были я не знаю внешне логично окей круто с точки зрения расположения звезда с внешней обводка она кажется больше чем звезда с заливкой неправильно тени это четверка так дальше курсовая оверсайз хули круг пусть как-то завершить пухнула не все дважды денюшку путь хотя бы пустить что мне так тупо обрезать вот композиции норм да вот этот прикольный вот это можно в этот круг можно пускать вне формата но собственно также как и вот этот только здесь можно женщину в адрес вот эта фотка некачественным это было достаточно время чтобы она прогрузилась вот но ее нужно сделать более качественной четкой почему меньше кембе сделай одинаково будет норм шрифт так дальше да удалось работ терка ну с изображения не знаю надеюсь что по покажешь мне работу с более качественными изображения ну ладно больше не к чему прикопаться так поехали дальше екатерина у нас прям люди по второму разу проходит муха ван муле копия так вот это стандартная композиция лево-право я контраст усилил через черный и более светлый фон то есть тут не зачем делать серый тоже такой холодный и такой грязноватый здесь тема какая чистая легкая должна видишь какие платья вот поэтому главный экран с точки зрения цвета нужно доработать светлее он должен быть вот этот вот этот блок шикарен с особенно с подобранными с подобранными фотографиями вот этот блок окне понятно только вот это вот место кавычки можно пустить вообще за заголовок и все будет нормально оставить заявку отступы неправильно сверху снизу и тоже такой серый серый блок контраст нужно увеличивать так ну как бы в целом четыре с плюсом работа уверенно четыре с плюсом с цветом нужно поработать так школа гитары в минске такая одна нога кстати очень круто сейчас у нас есть курс эксперимента в дизайне где егор черкасов он прям дает задание на на донесение эмоций через размер и расположение прям офигенно классное упражнение так ну короче вот с этой частью можно поработать здесь маленький отступ потом маленький отступ маленький от короче посмотри предыдущий разбор с гитарами или пред предыдущий где гитары в якоре были заголовка нет более-менее блок обрезан неправильно собственную проблему почему такая цветовая схема агрессивный красный черный четверка это было где-то в грибле прям такое достаточно точное совпадение смотрите чаще дыбра смотрите здесь какие классные короче я где-то это видел ладно я не буду тратить время углы надо держать тут потом да здравствуйте большой отступ здесь раз фокус развалилась на три части здесь вот этот блок вроде норм меньше отступок сделать здесь только что ты будешь делать то что ты открываешься ну я видел на грибле прям такой же прием с таким же ракурсом может я точно ошибаться на него так здесь окей мелко можно увеличить так вот это прикольно вот это только слишком разряжено можно лучше группировать получился такой правый край такой очень неровный если грамотно сгруппировать можно получить форму прямого угольника неровные вымески угол должен быть одинаковые ну чё то четыре с плюсом работа так остались android и вот это можно было не делать и было бы так классно вот это можно было не делать и было бы так классно нормально все здесь ну плотненько но более нормально пять с минусом можно поставить за эту работу что у нас так так и это работа чисто выполнены фокусом на негативе даст решила не делать хорошо это пятерка ну вот как то так такие оценки так едем дальше я так сколько у нас все там алина илья алина а еще два человека четыре человека сумму неплохо как обычно долго я уже смириться так это у нас чили работу алина чую они илья нуркать илья нуркать илья нуркать илья нуркать ильяна так дисбаланс да здесь веса больше здесь веса меньше потому что здесь белый на сером и контраст слабый меньше можно делать элемент значит здесь туча всего в принципе есть такое видел такое и так можно делать потому что взгляд не теряется потому что центр композиции есть как ни странно а вот эти вот футболки нужно делать меньше и тень лучше а вот это вот уже прям ты слетел сразу здесь на вот этом маленьком откипе вот и здесь тоже ты слетел с этой всей версткой и здесь тоже и вот это вот тоже непонятно что и опять типа такое же решение в надежде использовать его потому что оно классное но смысла в этом уже нет более на сером фоне тройка с плюсом писать что ли так не тут с кеглями печаль куча разных размеров посчитай сколько у тебя размеров здесь раз-два-три-четыре-пять шесть больше чем заголовок да 7 уже 7 кегли короче переработать переход ладно можно так делать на фоне непонятно ничего блок слишком сложный поверстки здесь хайлайт не надо сверху непонятно что в смысле прозрачный этот блок он может быть ну просто создает грязь такую либо его продолжать вот прямо до формата самого но только нужно с изображением поработать чтобы здесь была смысловая часть тоже либо и выносить за скобки фактовые такие которые рушат иерархию все в тексте с отступами проблем так это у нас тройка с плюсом непонятно к чему привязана вот эти элементы то есть мы с прям тут сетки нету потерялась левый правый край непонятно где рамки привлекает внимание отступы маленькие развалилась на три части вот эта вот часть средняя объединилась с кнопкой непонятно что за этаж футерок плотно очень плотно очень с отступом все вопросы здесь здесь уже лучше рамки отвлекает внимание потом ты начинаешь рамки упрощать то есть убирать или заменять начет плотный например на плотную заливку куда это неплохо сделано вот то есть видно что есть проблески здесь но все вся картинка она как бы системно не складывается это 4 с минусом так так слишком здоровенный логотип слишком близко к верхнему краю вот окей это окей развалилась это близко очень развалилась окей это окей это развалилась я уже говорил это 4 с плюсом кто там ходит по оценкам и и и и так так хочется тратить время так поехали дальше алина блин и было же дофига времени на доработку о порадуйся ой прям порадуйся чувствую и 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 какая классненькая антипла даже такая типа что-то не месяца средняя между олдскульной и современные прям прям супер супер да ей же жизнь и счастье то спасибо большое тебе за эту работу ну конечно тут можно было вот эти блоки сделать более блок более интересным сделать но он сделан достаточно аккуратно чтобы быть воспринятым хорошо вот да вот вот опять с плюсом пять с плюсом так алина чую ой порадовался так курсовая шикарно тоже как айсовый шериф да при этом это другой шрифт да видимо накопала и сохранила и переиспользовала круто получилось рейк сетка сетка якорь расставлена по местам по местам можно было спустить вниз чтобы уравновесить нижний край о о о о о да вот берите за пример вот эти работы разбирайте на куски спрашивайте как так сделала каким принципом пользовалась вот пожалуйста с шикардос пять с плюсом так так и больше памяти куда 32 гига оперативы куда больше памяти или чё но еще и среди магов пытался разобраться не так шло так прикольно чувствуется что ты схватила тренды и ну понимаешь как что друг от друга отличается какие эмоции создают вот ну и сверстка у тебя порядок вообще выносить нужно за скобку да прилично не и ховер ништяк кайф 5 с плюсом мне кажется давно не было в принципе таких результатов да да что ты сильно так ладно ясно давай тоже посмотри через драйв ну это разные керли вот здесь во первых очень вот и слабый контраст здесь тоже не очень да инком никак не отличается от экспенсис а это четыре с плюсом работа такая сразу динамика моих эмоций такая приземлила по отвалилась немного под собрать нужно кучу так уже другой шрифт прикольно что умеешь использовать разнообразность разные антику и антику в бабахово в приложении она здесь не блог смотрится окей это пять с минусом работа ну супер результат так то спасибо большое тебе за отличные работы мы поехали дальше анна 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 Райды наставил, можно было пустить в одну линию такую, было бы больше баланса, да. Новые товары, здоровенные кегли, которые не согласуются, согласуются или не согласуются они с размерами подзаголовок. Ну, как бы не согласуются, да, и конфликтуешь с основным заголовком, нужно еще меньше кегла делать, наши товары прокат. Товар, хиты продаж, но уже другая стилистика совершенно, по желанию та, которую ты здесь создаешь изначально. Отвалились друг от друга тоже, ой нет, маленький метролиньяш и блоки друг от друга отвалились. Так, что там у нас по карточкам? Перегруз, слишком большой размер, вот, и как бы у тебя описание, оно выходит на передний план, на самом деле фокус может быть на товаре, возможно ты просто мелкий размер карточки взяла и тебе пришлось впихивать, короче, в размер весь контент. Если вы делаете такие маленькие карточки, тогда вы выбираете все второстепенно, вот эти оценки они тут реально начнут. Большой воздух. Так, это 4 с минусом у нас. Учитесь делать презентации с использованием макапа по iPhone X. Потому что вот эта черная фигня, это неаккуратно. Больше контраста сюда, больше структуры здесь. Съехал, съехал скругление. Все, что внутри норм, это тоже норм. Это тоже норм, только вот сколько здесь слева не должно быть. Графики, ну, как бы, выглядят круто, но все так же менее понятно. Ну, в смысле, из этих графиков можно понять тренд и пики и спады. Максимум, минимум. Ну, вот это у нас... Сделать презентацию будет пятерка с минусом или пятерка тоже, а сейчас это четверка с плюсом. Так, здесь контрастом можно поработать, потому что слабый контраст на этом фоне. Фон просто не делает чуть насыщеннее. И здесь тоже с контрастом плохо. Нужно как-то выделять. Нафиг тебе вообще нужно вот от другого конформации, да. Чтобы так повесить информацию, да. Так, тоже четыре с плюсом. Да, очень сложно сделать мою пятерку. Так, потом. Все. Курсовое нет. Промо нет. В итоге так. Так. Дальше. Галина. И все. Ура, ура. Четвертый час разбора. Да, в принципе, как обычный человек. Ожидал бы. Что я бы ожидал. Ожидал бы. Что я бы ожидал. перевешивать. Вот это вот маленькое изображение. Такое изображение прекрасное, шикарное. Его можно было поместить на центр и где-то по центру сделать вот это вот все. вот. Плюс еще. Ну, я бы плотнее этот цвет сделал как-то ближе к темному, черному, да. вот. Ну, в принципе, так тоже нормально. Значит, вот этого не видно всего, да. плохо видны заголовки и плохо видны ценники. Акцента на них нет. А он должен быть. Здесь дисбаланс, да. Сверху и снизу разные отступы. И слишком много места на хайлайт. Это неправильно. Здесь пятновая стилистика появилась. Вот. При этом, примерно, та же самая композиция. Здесь дыра. И здесь вот сбалансированный блок. Только нужно меньше хайлайта дать и все. Значит, здесь выносить нужно на край. Тоже. И пошли одинаковые блоки. Видимо, они тебе понравились. Но он, короче, скуку создает, да. Короче, некий такой средний уровень такой сформировался на четверку. С плюсом, наверное, 5. Нужно дальше качать композицию. Так. Это к Егору на курс. Если не хватило. Так. блоки игры на саксофоне. Тоже, да. Нужно балансировать как-то. Больше саксофон можно сделать. Вот. Вот. Угу. Зачем динамичные разделители блоков? Игра на саксофоне, она тем более не такая резкая, как у тебя эти линии, да. Видишь, даже саксофон весь такой плавный. Поэтому я бы, наверное, брал в качестве формы что-то с кругами связанное. Посмотри, может быть, ну, реально разделители вот эти вот делать не такие. Смотри, это очень острые формы. Это же, знаешь, как у резака. У резака можно порезаться, да. Вот. И есть же еще психологические шаблоны восприятия человека, да, которые построены на том, что человек видел уже, с чем он умел делать, да. И у него волей-неволей возникают. И, например, вот эта вот, типа, плавная форма здесь и резкая, очень острая форма здесь создают десантность жесткий. Вот. Поэтому я тебе рекомендую заменить вот эти вот формы на самое, ну, самое простое. на прямоугольную, в смысле, на горизонтальную линию. Посложнее это форма, формы с окружностями. Вот. Можно даже большой какой-нибудь взять радиус, чтобы у тебя формат по ширине вот ходило две окружности всего. Ну, вот. И там... А все остальное-то у тебя хорошим потенциалом обладает, да, по части композиции. И... У тебя не так много разнообразных композиционных решений. Вроде как в одной стилистике все сделано и по цвету. Так что эта работа имеет место быть... Ну... В числе сильных я за нее поставлю пятерку с минусом, да, потому что потенциал хороший. Вот. Только если ты мне покажешь потом, как ты улучшила разделители. И... Вот. Вот. Вот эта дикая дробленка. Это просто такое троечное амбициановское решение, которое нужно прям вот избавляться от него. Вот. Окей. Даже это окей, но заголовки, да, видишь, перебивает заголовок, потому что он больше, чем заголовок, блок. И там, да, достаточно банально, это тоже перебивает. То есть, как будто ты тащишь за собой свой старый дизайнерский опыт, если он был, конечно. Вот. Либо ты в качестве уровня норма берешь какой-то такой средний, ниже среднего планка для себя. Вот. Это у нас четверка с минусом, да, из-за главного, главной страницы. Так, выложение, проще, с ними проще работать. Очерчено, да, зачем? Не знаю, наверное, так, но это не так критично. Почему выбран темно-синий? Ну ладно, тоже не так критично. Вот эти вот как щели в зубах, да, то есть они прям видны, видны очень хорошо. Они не функциональны, не нужно туда привлекать внимание. Вот этот блок нужно доработать, поработать с цветами. Слишком много насыщенных цветов, которые могут друг с другом конфликтовать, они конфликтуют с этим. Да, фоновый цвет, фоновый цвет, да, он выбран очень сильным, что не очень, наверное, логично. Логично делать кнопку такого цвета, потому что она должна привлекать внимание, да, сейчас, например, вот эта вот нефункциональная шапка, она отвлекает внимание от кнопки. Поэтому эта работа пока 4 с плюсом. Ну, слиплось, слипся вот здесь контент и образовалась каша. Вот этот шикарный блок, шикарный экран. Вот этот, в принципе, неплохой, но тут тоже каша начинает образовываться. Четверка с плюсом. Вот и все работы, да. Никого не забыл? Никого. Так, ну что, значит, я поручу задачу посчитать всю стату по окончанию курса Наташи. Вот. Я вас поздравляю с окончанием курса. Я сейчас озвучу результаты по тем, кто попадает в мастер-группу и в биржу. По текущим результатам, значит, критерии. В мастер-группу, чтобы пройти, должно быть минимум две пятерки в любом качестве. При условии, что все остальные не ниже четверки с плюсом. В мастер-группу джиньором можно пройти. Это в случае, если есть пятерка любого качества, и все остальные не ниже четверок. Хотя нет. Мастер-группу джиньором. Все остальные не ниже четверок. Ну, чтобы без единой тройки, да. Но четверки, в принципе, такие четверки тоже есть. Нет, 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 не так. У нас в прошлом потоке были не те критерии. Короче, три пятерки любого качества и две четверки не ниже 4 с плюсом. Это мастер-группа и биржа, да, все вспомнил. А две пятерки любого качества и все остальные не ниже четверок. Это мастер-группа джиньором. Мастер-группа джиньором, это значит, что ты попадаешь в мастер-группу, но еще пока что не попадаешь в биржу. У тебя есть возможность подняться до полноправного участника мастер-группы, если ты покажешь мне работу, которая из пяти удовлетворяет тем критериям для мастер-группы. То есть три пятерки любого качества и две четверки с плюсом. Не менее. Ну и поехали ставить. Вот, например, у нас Александр Бурзак. Вообще хорошо проходит мастер-группу и биржу. Я поздравляю. Вот. Дальше. Сейчас я тут сделаю меньше. Немножко. Потом Сергей Ковальчук у нас попадает в чат выпускников, потому что все люди, которые закончили курс и аттестованы, попадают в чат выпускников. Потом Яна Ткачкенко у нас попадает в мастер-группу и биржу. Тина Хаммербек попадает в чат выпускников. Причем очень классный потенциал. Можно доработать эти работы, чтобы получить хорошие оценки и попасть в мастер-группу. Потому что там прикольно, и когда вы попадете в мастер-группу, вы будете подтягиваться к уровню самых сильных там, если начнете с ними взаимодействовать. Вот. Значит дальше. Денис Ситников попадает у нас в мастер-группу и биржу. Круто. Ну и естественно, да, и попадает в чат выпускников, потому что он аттестован. Я так вот буду ставить. Так, Дмитрий, сколько стоят курсы, когда можно записаться? Спасибо за вопросы. Зайди, пожалуйста, и напиши через сообщение в сообщество. ВК. Слышь людей точка дизайна. Вот. Там тебе расскажут всю инфу. Так. Вячеслав Медников у нас не аттестован, потому что нет работ на выходе. Алина Чуева у нас попадает в мастер-группу и в биржу и в чат выпускников. Это прекрасно. Элина Галина у нас попадает в чат выпускников. Чат выпускников это такая штука, типа буфер некий, да, из которого вы можете потом перейти в мастер-группу. Но желание должно быть от вас. Анна Валитова попадает пока в чат выпускников, потому что один трибас есть, его нужно фиксить. Алина Гойко попадает в мастер-группу и биржу. Чат выпускников и Евгения Левченко не аттестованы. Дальше. Анастасия Космач попадает в чат выпускников. Прошла до конца. Умничка. Алина Голокруцкая попадает в чат выпускников и в биржу. Это прекрасно. Я поздравляю. К сожалению, Анна Гаврилюк у нас не аттестована. Пока нет одной работы. Нет двух работ. Поэтому я жду работы. Илья Нургатин попадает в чат выпускников. Молодец, что дошел до конца. Ничего страшного. Любой результат можно улучшить. Можно только время. Олеся Шорикова у нас не аттестована. Наташа Дощинская не аттестована. Вот. Потому что нет одной работы. Это обидно. Это обидно. И мы сможем вас добавить в мастер-групп, в биржу при наличии хороших результатов. Чат выпускников, если вы подтащите все работы до конца. До конца. Чтобы вы понимали, ну как бы, что это не такие строгие и непонятные условия. Это обоснованно справедливые условия. Потому что каждый участник курса должен быть наравне с другими, с остальными участниками. Я не могу делать кому-то исключение. Так, Денис Крачков. В чат выпускников. Потому что четверка с минусом имеется. Так, дальше. Ян Ашаров. Пока что джуниором. Джуниором. В мастер-группу. То есть попадает в биржу? Нет. Потом Регина. Пока что сюда. Потому что четверка есть с минусом. Мария. Прекрасный результат в мастер-группе и в биржу. Галина. Я не увидел одну работу. Или не поставил я работу. Ну, не поставил я оценку. Сейчас я еще раз гляну. Так. Значит. Курсач. Промо. Интернет-магазин. Android, iOS. Нет. Должно быть все поставлено. Я что-то пропустил. Чего я пропустил. Android. Четыре с плюсом я ставил, да? Так. Еще раз рефреш на оценке. Может я где-то ошибся. Так. Это короче. Это четыре с плюсом. Это пять с минусом. Четыре с плюсом. Курсач. Это пять с минусом. Интернет-магазин. Да. Четыре с минусом. Да. Все правильно. Все правильно. Чат выпускников. Четыре с минусом имеется. Дальше. Екатерина Малашкевич. Прям чуть-чуть. 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 Дотащишь вот эту работу. Будет полноправное участие в мастер-группе. Так. Дождите. А кто у нас вообще суперский результат показал? Мария Жигульна? Где? Кому я поставил? Пятерка с плюсом. Где пятерка с плюсом? А. Алина Чуева. Прекрасная работа прям. Ну и че? Сколько у нас мастер-группы? Семь. Мало. Мало. Семь человек. Дождите. Правильно. Почитал. У него еще. Количество девять. Девять. Алик че? Че там. Биржу. Должно быть семь. Ммм. Нашли до конца. сейчас все проставлю дошли до конца в сумме ну 20 плюс 1 2 22 из 27 из 27 с 28 я сам посчитаю 78 процентов ниже показателя нашего обычно 80 процентов ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй но тут конечно и было фигово так ну кто то есть какой анализ данных но и красный сколько у нас пятерок всего так этих 5 1 пять с плюсом 1 чё загонила я же ставил 3 по крайней короче все я тут уже дальше вылипаю в статистику все могу еще по залипать маленько очень неправильно отображать статы ну ладно тогда статы посчитает наташа в итоге скажет мне сколько у нас там в итоге получилось средний показатель у нас который должен быть приемлемый вообще в принципе для качества обучения 4 ой это 40 процентов пятерочных работ с всей массы работы здесь я так полагаю он будет в рамках где-то вот этого показателя конечно меньше чем хотелось бы вот я надеюсь что что вы работы подтяните я готов принимать дальше дальше наташа вам напишет ближайшее время я надеюсь что завтра короче первое как попасть в чат мастер-группы как попасть в чат выпускников как попасть в группу пока мастер-групп закрытое сообщество как попасть в группу биржи вот четыре штуки которые вам необходимо будет сделать завтра значит дальше сертификаты будут сертификат выдаем после того как вы напишите нам вашу обратку о прохождении курса основные инсайты выводы чего там сделали вот и ну по сути это отзыв и опубликуйте отзыв по ссылке в нашем основном сообществу мы там собираем отзывы у всех-всех студентов и у нас там реально да фига скопилось там 300 под чем-то что ли отзыв я вам ссылку еще раз закину структу так ну и вот и значит нашем основном сообществе в отзывах выпускников курс по веб-дизайну вот сюда ну то есть отзыв не просто там типа там мне понравилось обучение мне не понравилось обучение какие конкретные инсайты что почерпнули но почитайте эти отзывы и скорее всего уже их читали вы поймете каком формате писать чего улучшить вот и мы будем вам предельно благодарны значит по композиции я заметил то что многих вопросов остались не закрыты я вам рекомендую идти на курс и гору черкасова сейчас мы проводим эксперимент в дизайне такая дорогостоящая история всего полторы тысячи рублей что и две с половиной короче очень бешево вот но зато вправит мозги если вы не добрали это на интенсиве в общем вот добавлять в чат и будем завтра поэтому сегодня отмечаем в нашем вашем основном чате 27 поток все всем спасибо всех люблю спасибо большое за участие за то что выбрали нашу школу для обучения всем пока помните про мой оффер работа была стала швите работа